уст, и оно громко взорвалось, разлетевшись на осколки, как стекло. В ушах Лейлина звенела хныканье и вопли множество обиженных духов, когда растерянные души хлынули из ран монстра. Эти души приняли форму туземцев из леса, вперемешку с несколькими знакомыми пиратами. Открой путь из душ, жертва Сибиллы. Руки Лейлина молниеносно набросали множество рун, когда он начал громко скандировать древние слова. Бызызы. Слой удушающей энергии прокатился по лесу. Множество душ собрались вместе и стали ярко освещенным коридором. Кровь ведьмы, крыло черного ворона и темная материя от жертвенных обрядов монтера. Все условия были выполнены. С неба раздался звук раскатов грома, поскольку действия Лейлина, похоже, породили некоторую цепную реакцию. Фиолетовые молнии заполонили небо. Кача. Взрыв. Коридор из душ мгновенно устремился вперед, и в земле появился огромный туннель. Пол начал грохотать, как при 8-балльном землетрясении. Неужели у меня получилось? Фигура Лейлина появилась среди дыма и пыли. Он махнул рукой, и темно-красный ураган тут же смел всю пыль, открыв его взору опустошенную картину. Гигантский многоногий монстр бесследно Сичис, вместе с массивом заклинаний из прошлого. Сама земля, казалось, раскололась, открыв была непостижимо глубокую расщелину. Сила замка была взломана. Открыв проход в нижние слои, Лейлин без малейшего колебания прыгнул в расщелину. Тьма тут же поглотила его, как будто он прыгнул в пасть какого-то гигантского монстра. Ветер свистел мимо его ушей, а в темноте постоянно мелькали флуоресцентные пятнышки, словно светлячки. Мои исследования показывают, что наследие волшебника кошмаров имеет три замка. Высшие замки находятся ближе к миру богов. Существа в кошмарном лесу были больше, чем в обычном мире. Чем глубже лесу, тем больше его заражение силой воображений. В какой-то момент даже законы начинали искажаться. Лейлин сделал вывод, что на третьем уровне замка не будет таких конструкций, как время и пространство, чтобы это не было просто собранием мыслей и идей. В конце концов, силе воображения не составляло труда исказить пространство-время. Несмотря ни на что, я должен хотя бы взглянуть на останки этого древнего волшебника кошмаров. Бац! Стук! Лейлин вдруг почувствовал, что твердая земля странно себя ведет. Он застыл на месте. Ни гранита доски из красного дерева. Лейлин поднял голову, глядя на теплый солнечный свет, освещающий это помещение. В воздухе парили пылинки, делая это место несколько туманным. Маленький орден. Великий волшебник Паферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз. Леди с добрым выражением лица стояла перед Лейлином, а за столом сидел ее муж, попивая кофе и читая газету. Она дала рыжеволосому мальчику яйцо. Что происходит? Лейлин нахмурился, почувствовав холодок. Он попытался среагировать, но обнаружил, что его энергия полностью иссякла. Теперь он был лишь призрачным наблюдателем, вынужденным тупо наблюдать за разворачивающейся перед ним сценой. Мир воображений. Я в мире воображений. Это второй уровень замка с бесчисленными фантастическими мирами. Лейлин внезапно понял. Это должно быть воспоминание из юности волшебника кошмаров. Лейлин взглянул на маленького мальчика, сидящего на стуле и спешно доедающего ужин. Его ноги свисали со стула, покачиваясь, что выглядело довольно забавно. Я понимаю, мама. Рыжеволосый мальчик пообещал, быстро доедая. Когда я пошлю тебя к волшебнику, ты должен помнить, что тебе всегда нужно быть вежливым. Дорогой, почему бы тебе не сказать ему слова напутствия. Жена посмотрела на мужа. Только тогда неподвижный муж поднял голову, оторвавшись от газеты, с недоумением глядя на семью. Да, ты справишься. Ах, господи, помилуй. Кто-нибудь, спасите меня, я больше не могу это терпеть. Разве ты не знаешь, как важен сегодняшний день для маленького ордена? Жена, казалось, стала отчужденной. Знаю, знаю. Это просто повферт, не так ли? Я когда-то, мужчина средних лет, начал вспоминать прошлое. Прекрати хвастаться приключениями, которые, как ты утверждаешь, у тебя были. Независимо от всего этого, ты, простой дорожный инспектор. Было очевидно, что жена не верила ни единому слову своего мужа. Я поел. Орден отодвинул свою тарелку и встал. Ой, подожди, молоко. Твое молоко. Крикнула женщина ему вслед. Орден бежал очень быстро, вскоре оставив мать далеко позади и покинув свой дом. Бум. Внезапно произошел взрыв, и пылающий огонь заполнил всю сцену. Осколки задели лицо ордена, оставив на нем крестообразную рану. Лилину казалось, что он смотрит фильм, потому что они ничем не мог помочь мальчику во время этой трагедии. Нет. Если я попытаюсь сделать все возможное, я смогу. Пламя охватило Лилина целиком, но никак не могло повлиять на его тело. Призрачный фантом Таргариен появился в правой ладони Лилина с ужасающей пожирающей силой. Он схватил разбитое стекло. Бум. Он сразу почувствовал огромную силу, словно он схватился за коготь дракона. Весь мир начал трястись, как будто пытаясь прогнать его. Даже если это мир воображений, я не могу вмешиваться в это. Воспоминания слишком яркие. Лилин начал обдумывать эту ситуацию. Вскоре после этого землетрясение прекратилось, и пространство закружилось. Эй, малыш, ты проснулся? Сцена изменилась, когда маленький орден открыл глаза и потер лицо. Острая боль от прикосновения заставила его сделать глубокий вдох. Не смотри, ты теперь изуродован. Хе-хе. Неплохо, ты мне нравишься. Древний голос говорил с насмешкой, словно в нем содержалось все зло этого мира. Он мог заставить съежиться от страха кого угодно. Маленький орден поднял голову и увидел перед собой лишь тьму, просто принявшую человеческий облик. Хе-хе-хе. Я дам тебе шанс из-за твоего отца. Если тебе удастся выжить, ты станешь учеником волшебника кошмаров. Тьма исчезла после того, как черная фигура заговорила, показав стаю голодных серых волков, которые жадно смотрели на мальчика. На этот раз Лейлин больше не пытался самовольничать, и только холодно наблюдал за битвой маленького ордена и волков. Его взгляд был безразличным, и в нем лишь изредка поблескивало мерцание света и чипа. Это должен быть маленький мир, близкий к миру воображений. Кроме того, способ, которым этот маг выбирает своих учеников, довольно варварский. Лейлин знал, что у него самого, когда он еще был человеком, не было ни единого шанса справиться с этими существами. Глава 951. Трансформация второй слой острова кошмаров был построен из многочисленных снов. Лейлин сейчас бродил по ним, ища возможность вырваться. Он снова почувствовал себя невесомым и обнаружил, что его окружение опять изменилось. Теперь орден уже был молодым человеком, но на его щеке все еще виднелся детский шрам. Он активировал какой-то талант в этой борьбе за жизнь, выжив после атаки и став учеником волшебника кошмаров. Метод обучения волшебника кошмаров был очень грубым, и у него было несколько учеников, вроде ордена, с которыми обращались практически бесчеловечно. Многие из них погибли, и только жажда мести позволила ордена выстоять и быстро окрепнуть. Многие из этих снов были анимы девушки-ученицы, составляя самые нежные его воспоминания. Дальше, Великая Тьма. Это, должно быть, и стало причиной, по которой он трансформировался, пробормотал Лилен, размахивая обеими руками, чтобы создать странные руны. Затем он прорвался сквозь этот сон, войдя в более глубокие уровни. Перед ним предстала темнота, настолько дремучая, что ее нельзя было рассеять. Бесконечное злобное намерение достигло своего предела, атаковав его чувства и чуть не сведя его с ума. Ничто не может меня удержать. Лилен выглядел равнодушным, сделав шаг вперед. Бызызы, бызызы. Тьма разошлась в стороны, раскрывая оранжевые точки свечей. За этим последовало множество раздробленных и бессвязных сцен. Кике, дорогие ученики, последнее ваше испытание — убить друг друга в этом карманном измерении. Только один из вас может выжить, и этот человек поглотит жизненные силы и изобретательность всех остальных, став моим самым выдающимся учеником. Волшебник кошмаров безумно рассмеялся, отправив всех своих учеников в кровавое карманное измерение. Ордин сжал кулаки, глядя на девочку-ученицу рядом с собой, которая была похожа на белый лотос. Теперь она выглядела немного бледной и, хотя ее нельзя было назвать изящной, было в ней что-то такое, что завладело его сердцем. Нет, должен быть другой путь. Должен быть. Ордин прикусил губу, пока из нее не полилась кровь. Следующий сон должен быть в кровавом карманном измерении. Этот уровень тьмы был для Лейлина мелочью. Плавным движением руки он, казалось, отодвинул занавеску в сторону. Однако следующая сцена, представшая его взору, удивила его. Шел проливной дождь, и повсюду бушевала ужасная сила воображений. Территория выглядела очень захламленной. Здесь, очевидно, произошла великая битва. Ха-ха. Ордин, мой дорогой ученик, ты собираешься предать меня? Волшебник Кошмаров, сотканный из множества теней, смотрел на молодого мага перед собой. Очевидно, это был Ордин, который теперь желал смерти своего учителя. Он потерял один глаз, а другой стал фиолетовым. Разве ты не знаешь, что мои кошмарные клоны разбросаны по всему свету? Ты ведь знаешь, что тебе меня не убить, если только ты не уничтожишь весь мир. Волшебник Кошмаров безумно рассмеялся, а заклинание силы воображений сформировало трехглавого дьявольского пса. Адский огонь вспыхнул, беспощадно толкнув Ордина на землю. Я был тем, кто научил тебя всей твоей магии, а ты собираешься использовать ее против меня. Он продолжал хихикать, когда кровавые глаза юноши смотрели на него. Скажи, как ты хочешь умереть? Я хочу, чтобы умер ты. Крикнул Ордин, обхватив руками трехглавого пса. Ау! Ужасающий смерч возник у него на лбу, открыв на нем красный глаз. Из него проступали полоски зеленых вен, стреляющие лучами, которые рассеивали туман и поглощали рассеянную силу воображений. Ах! Ах! Одежда Ордина разорвалась в клочья, и он превратился в чудовищного пятиметрового великана, с рогом, красной чешуей и третьим глазом между бровей. Это облик поглощающей кошмары. Как такое возможно? Я уже проверял это раньше, ты не можешь иметь эту родословную. Нет ничего невозможного, старик. Умри. Ордин, превратившийся в великана, поднял его в воздух. Он отделил темные фантомы многочисленных интеллектуальных существ, а затем уничтожил их. Итак, твое истинное тело было скрыто в мире воображений. Я нашел тебя. Воскликнул Ордин, а затем, казалось, открыл канал прямо в мир воображений. Мощная сила воображений открыла его взор у старого мага. Увидев старика, черные фигуры набросились на него, оставляя на его теле ужасные раны. Выражение старика быстро изменилось, когда он начал кашлить черной кровью. Хе-хе. Как и ожидалось от облика, поглощающего кошмары, по слухам, любимца мира воображений. КХМ. КХМ. Ему действительно удалось связаться с миром воображения и изгнать мое истинное тело. КХМ. Из его рта хлынули струйки черной крови, но его взгляд, наблюдающий за орденом, был таким, словно он смотрел на сокровища. КХМ. У облика, поглощающего кошмары, есть естественная способность связываться с миром воображения и поглощать его силу происхождения. То, что я преследовал всю свою жизнь, наконец, предстало передо мной. Глаза старика были полны энтузиазма, как у преданного последователя, наконец, встретившегося со своим богом. Ты еще не закончил? Великан подошел к нему. Шрам на его щеке казался теперь более неровным и заметным. Я гарантирую, что даже твоя истинная душа будет уничтожена. Я не дам тебе шанса войти в астральный уровень. Огромная сила происхождения мира воображений влилась в ордена, до такой степени, что он даже смог ощутить законы. Грохот. После нескольких мощных толчков орден принял свой нормальный облин. Следы черной крови все виднелись на его правом кулаке. Отныне. Я король кошмаров. Свет вспыхнул, и сцена снова изменилась. Маленький орден. Великий волшебник Павферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз. Мать ордена неоднократно звала его. Как и ожидалось, сны повторяются. Это лабиринт, сформированный из жизненных событий. Это короля кошмаров? Если я не смогу сломать печать и найти вход на третий уровень, я могу остаться здесь запертым в ловушке. Лилен второй раз смотрел это воспоминание, чувствуя себя так, будто пересматривает фильм. Но. Облик, поглощающий кошмары. Я никогда не думал, что он действительно существует. Древние записи говорят, что те, кто имеют это телосложение, являются любимцами мировоображений, и даже могут иметь в своих телах силу происхождения мировоображений. С ними обращаются просто прекрасно. Этот облик может поглощать большое количество силы воображения и восполнять свою слабую фазу. Король кошмаров должен быть несравнимо близок к девятьму рангу. Но, как мне выйти из этого лабиринта воспоминаний? Свет и Чипа засиял в глазах Лилена. Основываясь на наблюдениях и расчетах и Чипа, в воспоминаниях, которые я только что видел, было 38 ключевых моментов, которые могли бы изменить его судьбу. Есть 34198 шансов на то, чтобы косвенно изменить ее. Но самое главное, это, вероятно, потерянные воспоминания о битве в карманном измерении. Сначала я попробую их все, по очереди. План 1. Лилен толкнул молоко на стол, заставив большой стакан молока забрызгать одежду Ордена. Ах, что происходит, Орден? Твоя одежда? Воскликнула домохозяйка. Ты собираешься встретиться с этим уважаемым волшебником в таком состоянии? Прости, мама. Я переоденусь. Маленький Орден убежал в соседнюю комнату и начал переодеваться. Как и ожидалось, его усилия привели к тому, что Орден задержался дома. Сразу после этого раздался жуткий взрыв, окутав здание. Свет вспыхнул, и сцена снова изменилась. Маленький Орден. Великий волшебник Павферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз. Мать Ордена неоднократно звала его. Хорошо. Похоже, убийство Ордена не сработало. Мне нужно попробовать что-то другое. У Лилена не было другого выбора, кроме как наблюдать за этой сценой снова и снова, проводя очередные тесты. Заставить его убежать, а затем обучиться у волшебника кошмаров неудачно. Спасти его родителей и перевести всю семью в другой город неудачно. Авария во время эксперимента, поиск новой силовой системы неудачно. Это уже 17 862 и краткий раз. Моя духовная энергия не может больше держаться. Но я уже нашел ключ, чтобы перейти на уровень ключевых воспоминаний. Лилен теперь выглядел более решительно. Сцена изменилась, вернувшись к тому моменту, когда волшебник кошмаров хотел, чтобы его ученики поубивали друг друга. После стольких экспериментов я, наконец, смог найти ключевой момент. Сила воображений. Стоп. Сцена замерла перед Лиленом. Будь то сумасшедший смех волшебника кошмаров или беспокойство в глазах учеников, или Орден, кусающий губы, все застыло, словно статуя. В этот момент мир потерял весь свой цвет, став черно-белым, как фотография. Лилен направился к девушке-ученице, к которой у Ордена были чувства, и взглянул на нефритовый кулон на ее груди. На нем был изображен белый лотос. Разрыв. Концентрированная сила сновидения прошла сквозь кулон, как игла, и вся сцена, казалось, разбилась, как фарфор. Воспоминание больше не повторялось, и все погрузилось во тьму. Перед Лиленом появились две дорожки, мерцающие темно-красным светом, с противоположных концов которых на него смотрели странные глаза. Одна из них должна вести к третьему слою, а другая – к запечатанным воспоминаниям. Лилен погладил свой подбородок. Если бы я был королем кошмаров, то, если бы я узнал, что кто-то посторонний влез в мои воспоминания, я бы. Глава 952. Подарок перед Лиленом стояло важное решение. На одной чаше весов был рай, а на другой – ад. Он мог проникнуть на третий уровень острова, чтобы найти там наследие короля кошмаров. Однако последствия за проникновение в тайные воспоминания могли быть ужасными. Конечно, Лилен не знал, о чем думал этот король. Возможно, он хотел поделиться своими воспоминаниями с другими магами и убить тех, кто хотел заполучить его наследие. Самые главные – все методы обнаружения бесполезны. Я понятия не имею, что ждет меня в конце пути. Виски Лилена начали покалывать. Он был довольно консервативным человеком. Хотя он и отваживался на множество опасностей, он делал только то, в успехе чего был уверен на 70-80%. Эта неоднозначная ситуация с вероятностью успеха 50 на 50 заставила его засомневаться. Я ненавижу такие трудные для понимания вещи, как удача. Это убивает меня, пожаловался Лилен. Его удача была неплохой, но он ненавидел полагаться на что-то вроде воли небес. Однако сейчас выбор не зависел от него. Окружающие его воспоминания начали разрушаться и вскоре должны были начать воздействовать на него. Они не втянули бы его в другой цикл, а скорее, закрутили бы и размололи его в порошок, не оставив от него даже истинной души. Что же мне делать? Выбрать наугад? С такой вероятностью. Лилен начал нервничать. Это было довольно новое чувство, и он получал от этого некоторое наслаждение. Слева. Я ощущаю слева от себя большое количество хаотичных идей и координат. Это должен быть третий уровень. После долгих размышлений Лилен, наконец, стиснул зубы и принял решение. Свист. В этот момент, однако, какой-то звук раздался в его теле, заставив его резко измениться в лице. Он быстро посмотрел вниз и обнаружил, что это исходит из его сумки. Это та самая вещь. Серебряный свет вспыхнул, и перед Лиленом появился древний свиток из кожи. Пятна свежей крови все еще виднелись на нем, и перед ним начало искажаться все. И звук, свет, и даже разрушенное время и пространство. Это сила искажения. Мощь искаженной тени. Лилен пробормотал. Как древние маги или даже союзники, искаженная тень все еще продолжает оповещать короля кошмаров. Безграничная сила искажения обрела форму и воздействовала на две темно-красные дорожки, которые начали скручиваться и сливаться под действием этой энергии. Безызе. Безызе. После того, как свет рассеялся, два пути превратились в один, образовав пространственные ворота еще больше. На них мерцали кроваво-красные руны силы воображений. Какой хитрый король кошмаров. Он предусмотрел даже это. Теперь у Лилена не осталось выбора. Он потер нос и мрачно взглянул на свиток, прежде чем убрать его с глаз долой. Поверхность свитка теперь была очень мягкой. Он сжался под пальцами Лилена, больше не имея прежней силы. Он стал похож на обычный волшебный свиток. Однако он не смел недооценивать эту вещь. Этот свиток обладает силой искаженной тени и даже сознанием, запечатанным внутри. Видя, что этот предмет не преклонен, Лилен мог только пожать плечами и принять это. В конце концов, это тело было лишь клоном. В худшем случае он мог отказаться от него, даже если это и нанесло бы тяжелые травмы его основному телу. Имея достаточно силы, чтобы защитить себя, он, естественно, не стал бы ничего бояться, и ему хватало мужества, чтобы попробовать все. Независимо от того, чего ты от меня хочешь, сначала тебе придется посодействовать мне. Глаза Лилена сверкнули, когда он отложил свиток, направившись в пространственные ворота. Третий уровень острова кошмаров. Как и ожидалось, степень загрязнения силой воображения здесь еще хуже. У этого места есть только чистейшие намерения. Лилен оказался не в состоянии чувствовать свое собственное тело. Теперь он мог существовать лишь в качестве самой фундаментальной формы своей души и сознания. Он был окружен безграничной вселенной, наполненной чувством невесомости. Лилен был сейчас, как одинокая лодка в бушующем море. Кругом не было ни намека на других существ, только небытие. Лилен не испытывал никаких сомнений в том, что останется таким, пока мир будет существовать, если, конечно, не сделает первый шаг. Потеряв свое тело, он стал замедленно чувствовать время. Он понятия не имел, прошли уже секунды или десятки тысяч лет. Все, что он чувствовал, это то, постепенно исчезающие чувства собственного я. Нет, этому не быть. Я должен держаться. Когда исчезнет мое самоощущение, исчезнет и моя истинная душа. Лилен внезапно почувствовал прилив сил, и его сила воли взяла под контроль все его мысли. Его тело внезапно сжалось и стало отчетливым. Ха, как построен этот третий уровень защиты. Рассеивается даже сущность понятий магов. Вернув свое чувство собственного я, Лилен испуганно взглянул на свои руки, которые начали формироваться с нуля. Это потерянные земли, а также место, где король кошмаров потерял самого себя. Несколько черных перьев упали рядом с Лиленом, и он обнаружил черную ворону, летящую к нему. В этой пустоте не действовали все концепции, а эта ворона была чем-то очень странным. Что удивило Лилена еще сильнее, так это то, что она могла свободно перемещаться в этой пустоте. Мы снова встретились, мистер. Черная ворона расчесала клювом свои перья и радостно поприветствовала его. Мы уже встречались, смущенно спросил Лилен. Хэм, для меня это только произойдет в будущем, но для вас это уже было в прошлом. Моя будущая форма, одноглазая сова, тараторила ворона. Одноглазая сова. Лилен сразу вспомнил, как после того, как он продвинулся на пятикраткой ранг, его поразило проклятие мира воображений. Тогда он получил во сне подарок от совы, которая позволила ему вступить в контакт с силой воображений. Прошу прощения, но могу я узнать, кто вы? Лилен задал вопрос, который его интересовал. Я? Я просто масса понятий. Я буду существовать до тех пор, пока существует мир воображений. У Лилена было ощущение, что это ворона или сова, или что бы то ни было, лжет ему. Но он не стал зацикливаться на этом. Вы говорите, что это то место, где король кошмаров потерял чувство собственного я. Что это значит? Он пал? Кто сделал это? Пока сам король кошмаров не захочет умереть, никто не сможет этого сделать. Здесь, однако, он отказался от своего самосознания. Это означает, что он полностью умер, не оставив даже фрагмента своей истинной души. Ворона, казалось, была очень хорошо осведомлена о событиях древних времен. Если он отказался от чувства собственного я, разве это не значит, что он покончил жизнь самоубийством? Итак, когда король кошмаров вторгся в мир богов, он уже был полон решимости умереть. Лилен почувствовал, что король кошмаров Орден, возможно, умер задолго до этого. После кровавого сражения в карманном измерении Орден, который продолжал существовать, уже был лишь ходячим куском плоти. Однако он был слишком силен, до такой степени, что даже не мог убить себя. Именно поэтому он прибегнул к помощи богов. Как и ожидалось, высокоронговые маги в основном имеют проблемы с психикой. Это оказалось слишком тяжело для короля кошмаров. Я не смогу уподобиться ему в будущем. Пример этого человека стал для Лилена хорошим предостережением. Настоящий маг Пика-8 Гуранга никогда не сможет умереть, если сам того не пожелает. Так было и в случае с искаженной тенью. Она умерла десятки тысяч лет назад, но все еще могла создавать ему неприятности. Король кошмаров был готов умереть, и поэтому он умер по-настоящему. Ну что ж, маг, скажите мне, с какими намерениями вы прибыли сюда? Ворона раскрыла клюв, глядя на него своими лукавыми черными глазами-бусинками. Я. Лилен стиснул зубы, но все же, ответил, я надеюсь получить наследие короля кошмаров. По крайней мере, я хочу найти способ избежать от ослабления силы воображений. Постичь силу воображений? Каркар это не очень просто. Вы уверены, что хотите этого? Спросила ворона. Я абсолютно уверен в этом, серьезно ответил Лилен, чьи глаза были полны решимости в его стремлении к истине. В них не было ни намека на страх смерти. Каркар, хорошо. Я вижу новость тень ордена. Ворона закружилась, и ее тело начало меняться. Свист. Она внезапно разбухла, превратившись из птицы в огромного злого дракона с черной, как смоль, шеей и плотной черной чешуей. Его клюв распахнулся, обнажив острые зубы, как у акулы. Кача. Кровава красная молния ударила прямо в лоб этого, превратившись в кровавый третий глаз. Это это, такая огромная перемена повергла Лилена в шок. Прими это. Это подарок от мира воображений. Странный черный дракон завыл, и кровавый третий глаз превратился в луч света, исчезнув во лбу Лилена. Агония. В глазах Лилена потемнела, когда он почувствовал, что его словно разрывает, и упал в обморок. В него влилось большое количество силы воображений, словно цунами, полностью окутывая его тело огромным багровым коконом. Когда поток мира воображений ослабел, багровый кокон исчез. Только черная ворона все еще была рядом. Старый друг. Помогая вам в этот раз, я отплатила вам все свои долги, пробормотала ворона, и ее тело начало становиться все менее материальным, окончательно исчезнув в безграничном небытили. Глава 953. 19. Ранд Грохот. Пираты стали свидетелями удивительной сцены за пределами леса. Густой красный туман, окутавший лес, непрерывно трансформировался, рассеиваясь и раскрывая взору первоначальный вид острова. Земля задрожала, и в земле стали появляться многочисленные мелкие трещины и даже ямы. Горные вершины в самом центре острова издавали гневный рев. Огненная лава бушевала, слабо светясь. Это плохо. Землетрясение. Остров вот-вот рухнет. Господин. Где господин? Колон было наплевать на обеспокоенных рабов, туземцев и пиратов. Он бросился к опушке леса в поисках фигуры Лейлина. Дело было не в преданности. Нет. Он знал, что если он посмеет бросить Лейлина и сбежит. Разъяренная багровая ведьма очень скоро сдерет с него кожу. Остров затопила аура смерти и отчаяния. Многие существа бежали из зарослей, небольших трещин скалах и подземных пещер, пытаясь спастись. Это было массовым бегством, и даже маленькие муравьи пытались вырваться из своих тоннелей под землей. Черт. Черт. Как эти туземцы додумались поселиться на вулканическом острове? Почему раньше не было никаких признаков? Большие капли пота выступили на лбу Калана. Однако боги, казалось, услышали его молитвы. Когда Калан уже готов был все бросить и убежать, он, наконец, заметил силуэт Лейлина на окраине леса. О, хвала богини океана! Мой господин, вы, наконец, вернулись. Скорее, давайте покинем это место. Лейлин казался растерянным, медленно поглаживая свой лоб, как будто не слышал ни единого слова Калана. Когда Калан уже собрался взять его на руки, глаза Лейлина, наконец, восстановили свою энергию. Это место теперь бесполезно, уходим. Да, сэр. Глаза Калана переполняли горячие слезы. Ему казалось, будто он только что слышал самые приятные слова в своей жизни. Пираты были мастерами в управлении кораблями. Несмотря на то, что они потратили впустую довольно много времени, им все-таки удалось покинуть остров кошмаров до того, как вулкан полностью извергся. Грохот, жуткое черное пламя поднялось в небо, закрыв собой яркую белую луну. Только в небе над островом кошмаров при свете полной луны лунный свет становился фиолетовым. Жаль, но теперь это уже никогда не повторится. Огненно-красная лава текла ручьями, напоминающими человеческие артерии, сползая с вулкана. Она неумолимо распространилась и на территории за его пределами. Я никогда не думал, что этот остров так опасен. Как только сила воображений, подавляющая его, исчезла, вулкан сразу же извергся. Возможно, это извержение стало еще более неистовым из-за длительного подавления. Весь этот остров кошмаров, вероятно, отныне будет стерт с лица земли. Лилен бесстрастно смотрел на далекий остров, который теперь был охвачен лавой. Прямо сейчас, все его внимание было сосредоточено на информационных записях и чипа. Бип. Продолжительное неизвестное воздействие, сканирование подверглось помехам. Сигнал временно потерян. Бип. Интенсивные помехи. Текущий третий уровень защиты связан с воспоминаниями. Это на какое-то время сделало и чип нестабильным. Это действительно ужасает. Однако Лилен переключил свое внимание на огромный список подсказок под этим уведомлением. Бип. Истинная душа носителя пострадала от неизвестного вмешательства. Вероятность облучения тела в мире магов 98-77%. Начинаю разделение. Возникли помехи. Разделение не удалось. Выполнение задачи невозможно. Ах. Лилен вдохнул полные легкие холодного воздуха. То есть, была затронута даже истинная душа моего основного тела. Сила воображения действительно отвратительна и ужасна. После отображения этой записи, остальные сообщения и чипа, казалось, шли более гладко. Казалось, что прежние помехи полностью прекратились. Бип. Носитель поглотил огромное количество энергетической сущности. Определено как мутировавшая сила воображений. Начинаю поглощение. Бип. Носитель поглотил мутировавшую силу воображений. Дух 1. Бип. Ранг носителя как органиста увеличился. В настоящее время составляет 19. Тайная энергия 10. Получен навык ведения мировоображений. Получена характеристика. Иллюзия Бип. Душа носителя продвинулась. Плетение 6 уровня полностью проанализировано. Носитель получил все модели заклинаний 6 Гуранга и стал невосприимчив к их забыванию. Больше не требуется никаких материалов для использования заклинаний 6 Ранга. Бип. Носитель продвинулся на 19 краткой ранг. Полученные слоты заклинаний. 9 Ранга. Минус 1. 8 Ранга. 1. 7 Ранга. 1. Ниже этих сообщений имелось подробное описание двух новых навыков. Ведение мировоображений. Носитель обладает способностью видеть сквозь мировоображение и прямо в души других людей. Любое сокрытие будет несущественным, и ничто не может скрыться от глаз хозяина. Иллюзии. Носитель автоматически поглощает иллюзии, добавляя дополнительные 20% к силе иллюзорных заклинаний. И, чип еще раз обновил окошко статистики Лейлина. Лейлин Фаулин. Лейлин Фаулин. Возраст. 24. Раса. Человек. Эрудирован. Промежуточное безупречное тело. Ведение мировоображений. Характеристики. Обнаружение тайной энергии, тайное усиление, иллюзии, прогресс, анализа, плетение. Плетение 0 уровня, 100%. 1 уровня, 100%. 2 уровня, 100%. 3 уровня, 100%. 4 уровня, 100%. 5 уровня, 100%. 6 уровня, 100%. 7 уровня, 77, 99%. 8 уровня, 38, 21. 9 уровня, 0, 11%. Слоты заклинаний. 9 ранга, 1, 8 ранга, 3, 7 ранга, 5, 6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Наконец-то я достиг 9го ранга плетения. Это предел способностей плетения. Лейлин закрыл глаза и почувствовал сеть плетения по всему миру богов. После первых 10 уровней плетения, после 1, 9 рангов, его, казалось, ждал еще более обширный мир. Однако их души были плотно скованы, не способные продолжать соединяться с плетением. Похоже, после 9 ранга существует запретный домен богов, пробормотал Лейлин. У него были свои гипотезы о том, что существовало после 9 уровня плетения. Это вполне могла быть божественная сеть заклинаний богов, личная сеть, которую боги создали специально для себя. Использовать плетение для передачи божественных заклинаний, это могло бы значительно сократить богам потребление и облегчить воспитание последователей. Ха, эти боги очень хорошо все рассчитали, но Лейлин решил прекратить эти мысли, так как это не было тем, с чем он мог справиться на своем нынешнем уровне. Сейчас я близок к тому, чтобы стать легендой. Достигнув 19 ранга, я нахожусь всего в полушаге от этого. Я должен как можно быстрее усовершенствовать свою силу, чтобы вступить в область легенд. Только истинные легенды имеют на континенте право голоса. На 20 ранге добавлялось только несколько дополнительных слотов заклинаний, которые не сильно отличались от таковых на 19 ранге. Разница заключалась лишь в улучшении их силы, что позволяло совершенствовать свою теорию. Лейлин думал о хронологических записях о продвижении волшебников. Хотя все легендарные могли продвигаться дальше, каждый из них шел к вершине своего собственного пути. Их теоретические знания были чрезвычайно богаты. Еще сложнее стать легендарным арканистом. Мне нужно сконденсировать свои теории в древе навыков или петле циркулирующей энергии. Однако для меня это не проблема. Все, что осталось, работа по совершенствованию энергии. Лейлин коснулся своего лба, с озадаченным выражением на лице. Предыдущая ситуация с третьим уровнем мировоображений снова всплыла перед его глазами. Только теперь его лоб был чистым, словно в нем не было никаких отклонений. Последний подарок что это значит, его визит в мир кошмаров позволил ему поглотить много силы воображения и продвинуться на 19 ранг. Однако Лейлин не удовлетворил свое наибольшее желание, он не получил наследие короля кошмаров и способ избежать истощения силы воображений. Это было создано миром воображений. Лейлин посмотрел на свои руки. Белые ладони содержали в себе непоколебимую силу, но Лейлин чувствовал, что его материальное тело уже отточено до предела. Тем не менее, он продолжал ежесекундно неустанно поглощать световые и электромагнитные волны, чтобы совершенствовать свою силу. Все это позволило ему прорваться через узкое место. После отплытия с острова кошмаров, я чувствую, что сильно изменился. Но я не могу сказать, в чем именно заключаются эти изменения. Глаза Лейлина были полны сомнений. Куда мы направляемся, милорд? Им им им, для начала, в пиратскую бухту, ответил Лейлин. Однако, когда он повернул голову, Калан изумленно упал на колени, а его лицо смертельно побледнело. В чем дело? Ничего. Ничего. У вашего покорного слуги плохое зрение. Калан лесно улыбнулся ему. Он исчез с палубы со скоростью молнии, бормоча про себя. Я, должно быть, выпил слишком много рома. Как у лорда Лейлина может быть три глаза. И эти кровавые узоры на его лице, ха-ха-ха. Калан сильно тряс головой, словно пытаясь выбросить из головы воспоминания о лице Лейлина. Однако, он обнаружил, что независимо от того, что бы он ни делал, его руки и ноги все еще невольно дрожали. Он еле как дополз до своей каюты, опираясь о стены. Три глаза и кровавые руны. Калан не знал, что Лейлин слышал его бормотания в трюме корабля. После того, как он ушел, Лейлин наколдовал волной своей руки водное зеркало. Он увидел в отражении зеркала лицо молодого благородного юноши. Его цвет лица был немного бледным, а глаза – голубыми и глубокими, как океан. Его золотые локоны касались его тонких губ. Он был красив, без каких-либо аномалий. Глава 954. Кошмарная форма то, что Лейлин видел в отражении, его не успокоило. Он стал еще более мрачным. Это эволюция истинной души. Он коснулся своего лба, и внезапно почувствовал сильную боль, которая заставила его закрыть глаза. Когда он открыл их снова, он увидел посередине красную полоску. Свист. Капли воды рассеялись, показать серьезное выражение лица Лейлина. Телосложение, способное поглощать энергию из кошмаров из родословной. Лейлин растерянно потер лоб. И. Чип. Проверь мою родословную. В башне волшебника активировалось множество сканирующих рун, и сканирующий свет сразу же собрался вокруг тела Лейлина. Он вернулся на остров Фаулин. Он встретился с Изабель в пиратской бухте. Он назначил багровым тиграм следующую цель, а Атим спокойно отправился решать свои проблемы. Он уже передал И. Чипу контроль над башней. Он использовал его способности, чтобы проверить аномалии в своем теле. Бип. Задача поставлена. Сканирование. Кровь носителя. На 99-99999% от чистокровного человека. Значит, ничего не найдено. Используй атомный микроскоп и понаблюдай за антиматерией два уровня. Продолжай сканирование. Мрачно приказал Лейлин. Бип. Получена кровь носителя. Увеличиваю образец И. Чип незамедлительно показал экран с образцом крови Лейлина. 100 000X 100 000X. Изображение было увеличено в 10 миллионов раз. Чтобы найти проблему, Лейлин должен был достичь наименьшей единицы своего предыдущего мира, пределов субатомного уровня. Это. Глаза Лейлина расширились. Он заметил среди блуждающих фотонов несколько странных черных точек. Стой. Увеличь это. Черная точка двигалась очень быстро, но и Чипу удалось успешно ее захватить. Перед Лейлином медленно появилась темная тень. Это была шестиугольная структура со странными узорами. Узоры были довольно сложными, в форме темно-красных цветов, которые постепенно превратились в чешуйчатого гиганта с тремя глазами. Кровавый третий глаз в центре, казалось, имел свою собственную волю, равнодушно глядя на Лейлина. Тук-тук-тук. Лейлин сделал несколько шагов назад. Удивление на его лице стало более очевидным. Как и ожидалось в мое тело была вживлена часть родословной со способностями облика, поглощающего кошмары третьего уровня. Лейлину, чье основное тело было пропитано силой, почти равной чернокнижнику 7 Гуранга, определенно не была чужда сила родословной. Мне просто нужна была информация. Зачем ты дала мне силу родословной? Лейлин почувствовал растущее головокружение. Он чувствовал себя нищим, которому дали гору золота вместо скромного куска пирога. Каким был этот облик, поглощающий кошмары? Это была одна из самых мощных способностей родословной, что позволило королю кошмаров немедленно начать бойню сразу же, как только он ее активировал. С силой происхождения мировоображений, он взлетел, в одночасье став пиковым магом древности. Лейлин очень настороженно относился к такой удаче. Это слишком непрактично. Должно быть здесь что-то не так. Даже если искаженная тень дала мне подарок в обмен на то, что использовало меня, это слишком щедро. Лейлин никогда не боялся ожидать худшего от своих врагов. Это внезапное преимущество подразумевало огромную опасность. Но, я никогда не думал, что это облик, поглощающий кошмары, не является материальным. Он даже может повлиять на истинную душу, включая мою главную душу в мире магов. Как выдающийся чернокнижник родословной, Лейлин знал, что подобная способность родословной должна быть неразрывно связана с его душой. Она также должна облучать его основное тело в мире магов через непонятные каналы. Сила мира воображений может обойти хрустальную сферу, даже временный путь передачи энергии должен быть ужасающим. Я определенно должен постичь эту силу. Способность силы воображений перемещаться между двумя крупными мирами вызвала в сердце Лейлина решимость. Я собираюсь взять наживку себе и бросить крючок обратно. Как тебе это? Лейлин погладил подбородок, и на его губах появилась легкая улыбка. Даже искаженная тень не могла догадаться, что у него есть и чип, и он может найти в себе какие-то проблемы. Это было бы самой величайшей оплошностью в плане искаженной тени против него. Конечно, он, возможно, преувеличивал. Все это могло быть для него хорошей возможностью, но он предпочитал всегда быть готовым к худшему. И чип. Намете задание. Изучить эту силу родословной. Лейлин выглядел безжалостным. Даже если это будет мешать его анализу плетения, он не будет жалеть. Месяцы пронеслись в мгновение ока. Лейлин сидел, скрестив ноги, в башне волшебника, за плотно закрытыми дверьми и окнами. Внутри мерцали изоляционные руны. Если бы посторонний застал его таким, он был бы напуган или счел бы его монстром. Лейлин теперь был почти трехметровым гигантом. Его тело было покрыто красными чешуйками и странными узорами, а его лицо было настолько зловещим, что могло стать ночным кошмаром любого ребенка. На его лбу зияла небольшая трещина, сверкая кроваво-красным. Бесформенная сила притягивалась к этому сиянию, превращаясь в темно-красный туман, просачиваясь сквозь кожу Лейлина и становясь чем-то более мощным. Эта сила, разум Лейлина последовал за колебаниями и нашел их источник, а вслед за этим последовали сцены. Старый дворецкий Леон выглядел гордым, стоя посреди порта Венера. Наш молодой господин Лейлин. В пиратской бухте старый пират учил нескольких новобранцев. Когда вы приходите сюда, самое важное для вас – это дальновидность. В нашей команде есть человек пострашнее, чем багровая ведьма. Подобных сен было очень много, хотя все они были сосредоточены на севере и в королевстве Домбрат. Большая группа дьявола поклонников, которую Лейлин собирал как кукулькан, сейчас излучали бесконечное количество страха. Это не вера, а какая-то эмоциональная сила уровнем ниже веры. Что происходит? Почему я смог принять эту силу сейчас? Веру можно было поглотить, только став легендой, а тем более такую эмоциональную силу низкого уровня. Тем не менее, Лейлин вскоре обнаружил, что он легко поглощает эту эмоциональную силу в форме кошмара, повышая тем самым свою собственную силу. Может быть, пробормотал Лейлин, закрывая свой третий глаз. Многочисленные сцены исчезли, и канал для эмоциональной силы закрылся. Как и ожидалась сила облика, поглощающего кошмары, может принимать все эмоциональные силы, направленные на меня. Эффективность и скорость обработки даже лучше, чем у богов. И, что самое главное, я еще даже не бог. В этот момент Лейлин осознал весь ужас этой древней формы. И, чип, есть что-нибудь? Бип. Установлена статистическая модель силы родословной носителя, работающая без отклонений. Никаких духовных знаков не найдено, преданно отчитался и чип. По-прежнему нет никаких проблем, в моей родословной ничего не осталось. Это настоящий подарок. Лейлин покачал головой, рассеивая кошмарную форму. Он снова сжался, вернувшись к своему первоначальному виду. С помощью и чипа, его постижение силы родословной намного превосходило ожидания окружающих. Теперь он мог плавно переключаться между двумя своими формами. Облик, поглощающий кошмары, особая форма из мира воображений. Похоже, в будущем мне нужно будет пару раз навестить этот мир, пробормотал Лейлин. Кроме того, благодаря скорости, с которой тело поглощает эмоциональную силу, я, возможно, смогу очень быстро повышать свой ранг арканиста. В этот момент его мысли прервал отчетливый голос духа башни. Господин. Золотая жрица Зина прибыла с визитом. Зина. Попроси ее подождать меня в гостиной. Лейлин покачал головой, накидывая на себя белый халат. Но моя форма после второй трансформации может привести к некоторым ассоциациям. Будет лучше, если я буду использовать ее в мире богов как можно реже. Через мгновение Лейлин прибрался и встретил жрицу богини богатства в гостиной. Волшебник Лейлин действительно заставил меня здорово подождать. Прошло уже два года с тех пор, как мы виделись в последний раз. Зина взглянула на него, выглядя раздраженной. Ахаха мои извинения. Я был погружен в эксперимент. Во всяком случае, разве мастер Эрнест не продолжал торговлю обнаружителями дьяволов и демонов? Лейлин рассмеялся, а затем сменил тему. Могу я узнать, зачем вы здесь сегодня? У вас большие неприятности. Зина глубоко вздохнула, осторожно заговорив. Ау. Неужели люди из церкви бога убийства сделали свой шаг? Лейлин догадался с первой попытки, потому что крупных организаций, которым он перешел дорогу, было крайне мало. Да. Один из их легенд, коллекционер трупов Сорос, завершил свои эксперименты и собирается во внешние моря. Где бы он ни был, легендарный был важной персоной. Зина была обеспокоена тем, что этот гениальный волшебник может не справиться с этим. Но исходя из того, как он действует, нам известно, что он склонен к нападению на дьяволов и демонов. Наша церковь имела с ним дела, и сведения, которые мы получили, являются тому доказательством. К сожалению, мы не знаем, что он предпримет. На самом деле у Зины почти не осталось надежд относительно будущего Лейлина. В конце концов, этот человек был легендарным. Во внешних морях не было ни одного человека, хотя бы близкого к области легенд, поэтому настоящий легенда мог подавить здесь любого. Существование легенды было на главном материальном уровне важным критерием оценки масштаба организации. Глава 955. Сорос легенда. Неожиданно, но Лейлин ни капли не запаниковал, услышав эту новость. Вместо этого он с интересом спросил. Пожалуйста, расскажите мне все, что вам известно. Не забывайте про нашу сделку по обмену информацией. Зина посмотрела на него. Коллекционер трупов Сорос, почетный палач церкви Цирика. Он любит мучить разум своих жертв, доводя их до отчаяния и самоубийства, прежде чем забрать себе их тела. Он прославился еще 281 год назад. Она говорила так, как будто она делала доклад, безэмоционально описывая этого человека. Тем не менее, она не смогла долго сохранять спокойствие и в конечном итоге уставилась на Лейлина. Лорд Лейлин, вы еще молоды и обладаете таким поразительным талантом. Для вас стать легендой – это не просто мечта. Но вы должны принять реальность. Пообещайте мне, что присоединитесь к церкви богини Ваукин и спрячетесь на материке. Наша богиня защитит вас. Зина была уверена, что Лейлин согласится, хотя ему и придется отказаться от внешних морей, включая порт Венера и все другие отрасли. В конце концов, церковь богатства была более благоприятной для потенциала Лейлина, чем все остальные организации во внешних морях. С его ценностью и с тем, как неуклонно он повышал свои силы, у него, казалось, было более 50% шанс стать легендой. Он определенно относился к разряду тех инвестиций, которые церковь богатства просто не могла упустить. Однако ответ Лейлина не соответствовал ее ожиданиям. Большое вам спасибо за ваши добрые намерения, но я не откажусь от своей работы здесь. Она слегка нахмурилась, недовольно уставившись на Лейлина. Вы знаете, кто такие легенды? Коллекционер трупов Сорос, печально известный убийца. Даже если мы отправим свою легенду, чтобы он защитил вас, вас все равно могут убить, тем более. Все это прекрасно мне известно. Перебил ее Лейлин с извиняющимся взглядом. Я видел ее высочество Алустриэль в Сильвермуне. Я читал много информации о легендарных волшебниках, и знаю, что это значит. Лейлин знал ужас легенд лучше, чем кто-либо другой. Они захватили силу доменов, почти сравнимую с Аурой Дракона. Независимо от того, сколько низкоранговых профессионалов будет противостоять одной легенде, это будет бесполезно. Кроме того, легенды совершенствовали свою жизненную сущность и могли поглощать и контролировать божественную силу, следуя по пути божества. Однако путь, который выбрал Лейлин, кардинально отличался от пути Зины, поэтому его реакция не могла ее удовлетворить. Вы попытаетесь противостоять атаке легенды? Имея лишь башню волшебника, вас, вероятно, уничтожат уже через пару секунд. Зину оскорбил высокомерный тон Лейлина, и особенно этот решительный взгляд, с которым он заявил, что не нуждается в помощи. Вы, она чувствовала себя униженной и недовольной, но уже через секунду все это улетучилось. Лу лучи заклинаний на вашем теле. За эти пару лет экспериментов мой ранг немного вырос. Спокойно объяснил Лейлин, как будто он описывал что-то незначительное, но Зина чуть не задохнулась от удивления. Хотя они оба были высокоранговыми волшебниками, 15 ранг нельзя было назвать близким к 19-му. Один из них только что достиг этой ступени, в то время как другой уже достиг пика волшебства, собираясь войти в область легенд. Два года. Менее чем за два года он смог стать волшебником 19-го ранга. Зина застыла на месте, наблюдая за лучами заклинаний, которые Лейлин намеренно испускал. Гений. Гений мира богов. Нет, он больше, чем просто гений, он наверное, он монстр. Если не считать избранную, то он даже быстрее, чем те профессионалы-волшебники ближнего боя. Зина на мгновение отключилась. С его способностями, теперь он была уверена, что он определенно станет легендой, если, конечно, не умрет в этой схватке. Извиняюсь. Я была слишком резко в своих словах, Тонзины, которая теперь относилась к Лейлину, как к легенде, стал более почтительным. На самом деле, мистер Лейлин, я все еще настаиваю на своем предыдущем предложении. С вашим талантом, вам действительно нет необходимости бороться с врагами в открытом море. Церковь богатства всегда будет вашим щитом. Лейлин, естественно, выразил Зине свою благодарность за ее доброту, но настоял на своем решении остаться в башне, оставив Зино в беспомощном состоянии. Проводив ее, Лейлин вернулся в тренировочный зал, погруженный в свои мысли. Контратака Цирика подоспела позже, чем я ожидал. Для Лейлина ничего не значило присутствие легенды. В конце концов, Тиф давно стал легендой, и он лично возглавил отряд и убил легендарного дракона. Обычные легенды совсем его не пугали. Однако я не могу раскрыть личность Тифа и звать его сюда. Это все усложняет. Лейлин погладил подбородок, когда его глаза прояснились. Я должен использовать эту возможность и попробовать. Дух башни, господин. Перед ним возникла женская форма духа башни, с глазами, полными ожидания. Запечатай это место. Меня никто не должен беспокоить, даже Эрнест. Это понятно? Да. Основная задача духа башни состояла в том, чтобы выполнять приказы Лейлина. Очевидно, она не могла возражать против этого. По приказу Лейлина, башню покинули все ученики и даже Эрнест, и вскоре она совсем опустела. Эх, я не знаю, сможет ли этот ребенок. Эрнесту, естественно, было известно что-то, что знало только начальство. Хотя в порту Венера все было спокойно, он мог с уверенностью сказать, что это было затишье перед бурей. Давление, которое могла вызвать легенда, было слишком огромным. Таким образом, операция Лейлина была понята неправильно, как опасные действия, призванные быстро повысить его силы. Эрнест, естественно, волновался. Он прекрасно знал, как умен его ученик. В исследованиях древних волшебников было несколько материалов о том, как быстро повысить силу. Однако за это нужно было заплатить огромную цену. Надеюсь, он не зайдет слишком далеко. Эрнест беспомощно улыбнулся. С тех пор, как Лейлин достиг совершеннолетия, он больше не мог ни в чем его убедить, даже как его учитель. Хотя он все еще был учителем Лейлина, Эрнест знал, что он не научил его ничему, кроме базовых навыков. Тем не менее, он получил от него гораздо больше, чем дал. Я верю в него. Иногда он может творить чудеса. Эрнест продолжал подбадривать себя. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Тем временем волшебник, о котором так беспокоился Эрнест, не проводил никаких запрещенных экспериментов в своей башне. Однако метод, который использовал Лейлин для усиления силы, в некотором смысле, был более опасен, чем методы древних волшебников. В башне больше не осталось живых существ. Мне не нужно беспокоиться о том, что моя тайна будет обнаружена. Начинай. Свист. На коже Лейлина появился слой темно-красных узоров. Он по-странному раздулся и мгновенно разорвал его повседневную одежду. Его лоб тоже вертикально разделился, открыв его третий глаз. Кошмарная форма. Лейлин принял облик короля кошмаров, поглощающий кошмары. Поглоти блуждающую эмоциональную силу. Вертикальный глаз во лбу Лейлина слегка приоткрылся, излучая красный свет, который прорвался сквозь пространство, чтобы подключиться ко всем связанным с ним эмоциям. Это было похоже на паутину. Почтение, страх, любовь, ненависть. Плотная эмоциональная сила изначально была бесформенной и, поэтому, бесполезной. Тем не менее, вертикальный глаз превратил ее в темно-красный туман, который затем был поглощен обликом, поглощающим кошмары. Эта сила активизировалась, и кроваво-красные руны на его теле стали еще более ослепительными. По сути, вера – это всего лишь чрезвычайно плотные эмоции. Она содержит энергию, рассеянную от колебаний души. Облик, поглощающий кошмары, ужасен. Пока он связан с телом носителя, любая эмоциональная сила, как бы она ни была скудна, может быть использована. Глаза Лейлина теперь стали кроваво-красными, а за его спиной появился огромный змей. Это был гигантский Таргариен с черными чешуйками, дьявольскими крыльями, жуткими когтями и одним-единственным рогом в верхней части головы. Ша-ша-ша. Таргариен теперь немного изменился. Следы темно-красного тумана окутали его тело, в результате чего его чешуя стала темно-красной. Странный вертикальный глаз появился между двумя змеиными глазами, в своеобразной расщелине. Ах, сила пожирания, прорвись. Под контролем Лейлина силы пожирания и воображения работали безупречно. Облик, поглощающий кошмары, поглотил огромное скопление эмоциональной силы, а пожирание превратило ее в чистейшую энергию. Спустя неизвестное количество времени раздался роботизированный голос Ли. Чипа, как самая сладкая мелодия, которую Лейлин когда-либо только слышал. Бип. Энергетические запасы достигли 100%. Отправляю в основное тело внезапно и тепло распространилось по всему телу Лейлина, до самой его души. Послышался звук потрескивания кристаллов, и Лейлин почувствовал, что его душа претерпевает новую перестройку. Само его естество было крещено. Глава 956. Пожиратель снов. Бип. Дух 1. И. Чип отправил еще одно сообщение, и множество пунктов его статистики начали обновляться. Бип. Ранг арканиста носителя продвинулся. Теперь носитель является арканистом 20 гуранга. Тайная энергия плюс 10. Бип. Носитель продвинулся до 20 ранга. Получены слоты заклинаний. 9 ранга. 1. 1. 8 ранга. 1. 7 ранга. 1. Бип. Статистика носителя изменилась. Лейлин Фаулин. Возраст. 24. Раса. Человек. Арканист. 20 ранга. Сила. 15. Ловкость. 15. Живучесть. 15. Дух. 20. Тайная энергия. 200. Статус. Здоров. Навыки. Крепок. Эрудирован. Промежуточное безупречное тело. Ведение мировоображений. Характеристики. Обнаружение тайной энергии. Тайное усиление. Один уровня 100%. Один уровня 100%. Два уровня 100%. Три уровня 100%. Четыре уровня 100%. Пять уровня 100%. Шесть уровня 100%. Семь уровня 81-23%. 8 уровня, 38-86, 9 уровня, 11-29%, слоты заклинаний, 9 ранга, 2-8 ранга, 4-7 ранга, 6-6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга, я, наконец, достиг 20-го ранга. Все, что осталось стать легендой, Лейлин закрыл глаза. В этот момент он почувствовал огромную стену, блокирующую его границу царства легенд. Как нерелигиозный профессионал он мог войти в царство легенд, только достигнув 21 ранга. Это была величайшая сила на центральном континенте, дающая возможность определять состояние любой местности и поглощать божественность. Мне не хватает еще одного ранга до того, чтобы стать легендой. Если бы я не беспокоился о загрязнении силы эмоций, я мог бы использовать закон пожирания, чтобы поглотить большую часть энергии. Возможно, было помогло бы мне сразу стать легендой. Хотя в его голове были такие мысли, Лейлин ни капли не жалел о своем решении. Фундамент был превыше всего. Фундаменту царства легенд уделялось большое внимание, и Лейлин не хотел продвигаться, не соблюдая осторожность. Это могло привести к отклонениям на его будущем пути. Бип. Способности поглощения кошмаров активированы. Носитель получил способность родословной, пожиратель снов. И, чип отправил еще одно уведомление. Это, случайно, не магическая способность родословной? Наряду с силой поглощения кошмаров, сила этой магической техники должна быть просто чудовищной, не так ли? Нерешительно пробормотал Лейлин. Его можно было назвать экспертом в изучении и использовании магии родословной. После того, как способности чернокнижника будут объединены с силой этой древней родословной, результаты, несомненно, приятно удивят его. Способность родословной, пожиратель снов. Лейлин взглянул на окошко навыков и чипа, не обнаружив там ничего, кроме названия. Даже в базе данных и чипа нет об этом записей. Похоже, это совершенно новая магическая способность. Я могу рассчитывать только на себя, исследуя и совершенствуя ее. Сорос, или коллекционер трупов, был экспертом, разыскиваемым церковью правосудия. Его грандиозное криминальное трудно было уместить на бумаге. Однажды он вырезал целый город. Тем не менее, сам человек всегда был закутан в темную мантию. Никто не знал, что легендарный почетный палач церкви убийства под этой мантией, был мальчиком с теплой и солнечной аурой. Большое спасибо, дядя Ньюман. Сорос соскользнул с тележки, заваленной травой, поблагодарив старика перед собой. Ах, ерунда, как я могу отказать такому вежливому и послушному ребенку? Это твое пункт назначения, молодой человек? Извозчиком был пожилой старик. Его руки были худощавыми и жилистыми, пострадавшими от погоды. На его лице была беззаботная улыбка, показывающая редкие зубы. У него была редкая бородка, напоминающая жесткую мочалку. Им-им-им. Я держу путь в порт Венера. Я слышал, что это самый процветающий порт во всех внешних морях. Застенчиво улыбнулся высокий юноша, преисполняемый решимостью. Я хочу заработать там денег, и тогда я смогу. О, это мой подарок за то, что вы взяли меня в свою тележку. Увидев красивую маленькую ракушку в руке юноши, старик улыбнулся еще ослепительнее. Ха-ха. Хорошо работай, юноша. Желаю тебе всего наилучшего. В этой ракушке содержится духовное воздействие отчаяния. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы убить его? Отойдя от телеги, Сорос опустил голову. Его глаза обволокла тьма, когда он демонически рассмеялся. Если бы этот старик увидел его сейчас, он бы точно не пустил Сороса в свою тележку. Мне все еще нужно держать свою личность в секрете. Какая жалость, Сорос облизнул губы. Когда он снова поднял голову, его выражение снова вернулось к той послушной и безобидной улыбке, что и раньше. Его юная внешность легко производила на других благоприятные впечатления. Сестра, не могли бы выдать мне. Сорос остановился в первой попавшейся гостинице. Его слова заставили женщину средних лет, которая была владелицей гостиницы, засиять. Деревенская женщина дала ему комнату за полцены. Лицо Сороса стало темным только после того, как он вошел в свою комнату и убедился, что он один. Черт возьми, эта отвратительная свинья на самом деле осмелилась спровоцировать меня. Если бы не эта миссия. Ах, да. Высокий мальчик сложил руки. Закончив с этой миссией, я устрою в этом городе кровавую бойню. Кажется, наш почитаемый бог любит жертвенные обряды, вроде этого. Хе-хе. Будучи легендой и преступником, разыскиваемым множеством добрых церквей, Сорос знал, как сильно их угнетает его личность. У сильных существ определенно имелся свой собственный набор извращенных фетишей, и Сорос должен был надеть на себя маску невинного и поджидать нужный момент, чтобы раскрыть свое истинное лицо. Он будет наблюдать за своей целью, пока она не будет сломлена. Эта печаль вызывала у него огромную радость, которую ему не могла дать ни одна божественная благодать. Конечно, сам Сорос этого не признавал. На следующий день Сорос, достаточно отдохнув, двинулся в сторону порта Венера. Он направился к башне волшебника Ливлина. Эта система обороны хорошо продумана. Формации заклинаний и обнаружения непрестанно активируются. Это довольно неплохо для такого места, как внешние моря. На лице Сороса мелькнула жалость. Ливлин крайне осторожен. Он сразу же заметит любую маскировку. Ну, это не важно. У меня есть уйма других навыков, и сейчас самое подходящее время, чтобы проверить их. Внезапный удар. Тело Сороса взмыло в небо, иллюзорный золотой коготь ударил по башне волшебника. Красные сигналы тревоги немедленно замерцали. Внимание! Обнаружены энергетические волны с легендарной силой. Башне нанесен 35-99% урон. Найди его. Так он все это время был здесь? Зрачки Сороса сжались, когда он слился стенью. Он последовал за энергетическими путями башни и прибыл в лабораторию, где снова принял свой прежний облик. Вероятно, именно здесь находилось ядро башни. Он посмотрел на испуганного благородного волшебника перед собой. Ле. Легенда. Вы ведете священную войну, молодой волшебник, казалось, был жутко напуган, и его зубы стучали, когда он говорил. Только башня волшебника легендарного ранга способна сдержать меня. Насмехался Сорос, глядя на Лейлина, как золотой лев на кролика. Словно услышав голос Сороса, дух башни громко оповестил. Тревога. Нарушитель. Текущее местоположение. Ядро лаборатории. Отправляю магических горгулей бызызы. Сорос резанул пальцем по воздуху, разрезав изображение духа башни на кусочки. Тебе не нужно выводить своих игрушечных горгулей. Бам. Он сразу же превратился в бесчисленные черные фигуры, за секунду уничтожив всех горгулей, которые вырвались из защитного механизма. Ядро башни разрушено на 87-99%. Операции прекращены. В этот момент дух башни даже не мог собрать свою собственную голограмму. Был слышен только голос, словно из старого граммофона. Как как это возможно? Ноги молодого волшебника подкосились, когда он сел на пол, вяло глядя в потолок. Но я потратил. Для легенд это место больше похоже на задний двор. Сорос наслаждался процессом игры со своей добычей. Молодой волшебник закричал, и его глаза налились кровью, как будто он был игроком, который все проиграл. Нет, у меня все еще есть рев. Мантия молодого волшебника разорвалась клочья, и из-под нее вырвалась мощная драконья аура. Он стал полудраконом, а его кожа покрылась чешуей. Он изверг пламя изо рта, уничтожив все стеклянные приборы, имеющиеся в его лаборатории. Полудракон, родословная подвида дракона, это твой козырь. Сорос нахмурился, прежде чем выпустить свою собственную ауру. Воздух в непосредственной близости от него взорвался, создав вакуум. Как жаль, что все, что ты делаешь, напрасно. Единственное, что тебя ждет, это смерть. Грохот. Огромная башня рухнула, и от нее остались лишь дым и пыль, взмывшие высоко в небо. Сорос выбрался из-под обломков, неся в руке свеже отрубленную голову, с которой все еще стекала кровь. Драконья чешуя исчезла, раскрыв бледное лицо погибшего волшебника. Его глаза больше не показывали никаких признаков жизни, став стеклянными, как у дохлой рыбы. Глава 957. Смерть кажется, что-то не так. Сорос поднял правую руку, глядя в обиженные глаза мертвого юного волшебника. Тем не менее, его чувства осязания и различные методы обнаружения подтвердили, что он уже мертв. Однако даже Сорос должен был признать, что этот волшебник был чрезвычайно талантлив. Он почти стал легендой в таком юном возрасте, и обладал мощной родословной дракона. Его боевая мощь уже больше, чем у некоторых бойцов 20 горанга. Ты был гением. Жаль, но смертные никогда не должны провоцировать бога. Сорос выглядел сожалеющим, осторожно закрывая глаза волшебника. В этот момент несколько фигур в порту Венера уже обнаружили, что что-то не так. Они побежали к башне, в то время как некоторые высокоранговые священники и вовсе решили полететь туда напрямую. Церковь богини богатства, ха. Сорос презрительно покачал головой, но не решился вступать в бой. Он бесследно исчез. В церкви бога убийства епископ с радостной улыбкой смотрел на Сороса. Молодец, дитя мое. Теперь, давайте предложим голову этого грешника нашему почитаемому богу. Безезе статуя Цирика издала громкий гул, как только получила от них жертву, после чего в воздух взмыла золотая божественная сила. Скульптура, казалось, ожила, приняв облик человека со злым лицом. Почитатель Сорос, ты отлично справился. Ты получишь награды, которых заслуживаешь. Голос воплощения его бога был чрезвычайно глубоким и притягательным. Сорос почувствовал, как на его голову снизошло огромное количество божественной силы. Это, это божественная благодать. И самого высшего класса. Хрипло вздохнул епископ в сторонке. Увидев следы света темного золота, падающие на голову Сороса, он больше не мог сохранять безразличные выражения лица. Древнее священное писание, в котором описывался жертвенный обряд, упало на землю. Еще и божественность, вы ставите под сомнение решение нашего почитаемого господа. Приняв в себя огромное количество божественной силы и божественности, Сорос теперь выглядел, как золотая статуя. В его глазах время от времени мелькали молнии. Выгоды, которые он получил на этот раз, были чрезвычайно велики. Бог убийства фактически поднял его в чине, еще и даровал ему божественность. Нет, я бы не посмел. Наш бог избрал вас, и вы будете его посланником на континенте. Глаза епископа наполнились страхом, но его ответ все еще был ясен и отчетлив. Главную властью в любой церкви имел сам бог. Прямо за ним шел епископ или избранный, и, с одной стороны, статус Сороса теперь был равен статусу епископа. Разница между ними заключалась лишь в количестве божественной благодати, которой они обладали. Ха-ха, будучи теперь в состоянии смотреть своему бывшему начальнику прямо в лицо, Сорос беззаботно засмеялся, забыв о беспокойстве, которое он испытывал, несмотря на то, что только закончил свою миссию. Он бесследно исчез в пустоте, а за ним появился один единственный вертикальный глаз. Тридцать лет спустя Сорос швырнул старого волшебника на землю, злобно смеясь. Ха-ха, Мадрид, ты никогда не верил, что однажды окажешься в моих руках? Нет, это невозможно. Почему ты так силен? Твое продвижение слишком быстрое. Тело Мадрида было усыпано ранами, а его голос был едва слышным. Это все, божья благодать. Сорос схватил волшебника за ворот. Тогда ты был сильнее меня во всех отношениях и даже сумел стать легендой и украсть сердце Ванессы. Но теперь ты слаб, как псина. Убей меня. Убей меня, пробормотал беспомощный волшебник. Я не позволю тебе так легко отделаться. Ты отплатишь за все страдания и муки, которые я испытывал все эти годы. Сорос схватил волшебника. Вертикальный глаз появился снова, образуя трещину в пустоте, светящуюся багровым светом. Двести лет спустя, в церкви богоубийства Кахэм Кахэм, лорд-епископ смотрел на кинжал, торчащий из его груди, и на высокоронговых служащих напротив. Он недоверчиво повернул голову и встретился со зловещим взглядом Сороса. Ты-ты на самом деле, старый дурак. Кардинал и почетный караул решили предать тебя. Твое время прошло. Улыбка Сороса была еще более зловещей, чем раньше. Наш Бог никогда не простит. Епископ стиснул зубы, выдавив из себя последние слова, прежде чем его тело воспламенилось. Огромное сознание спустилось на планету. Сорос, мой Господь, вы, посланник смерти, высшей среди звезд. Сорос опустился на колени. Ты успешно сговорился убить предыдущего епископа. Неплохо. Я назначаю тебя следующим епископом моей церкви. Я посвящу свою жизнь тому пути, что вы выбрали. Я погружу в хаос весь континент и потоплю его в крови, пообещал Сорос с красными глазами. Вертикальный глаз позади него был теперь открыт более чем наполовину, но никто не мог обнаружить его присутствие. Шли годы, и церковь убийства под руководством Сороса росла, распространяясь по всему миру богов. Сам Сорос сумел подняться к божественности, став малым богом под крылом цирика. На протяжении нескольких тысяч лет он становился недовольным цириком все больше. Он развязал священную войну, сумев победить и поглотить своего бывшего господина и став великим богом убийства, резни и смерти. Сорос продолжил эти войны и после, построив систему веры, в которой он являлся единственным божеством. Наконец он узурпировал трон Всебога. Он восседал на высоком пьедестале в божественном чертоге мира богов, а его взгляд проходил через реки времени в вечность. В этот момент вертикальный глаз за ним полностью открылся. Хаймы, кто здесь? Сорос почувствовал непосредственную угрозу своей жизни. Это было предупреждение, которое исходило из глубины его души, ощущение, что этот нападавший может обречь его на вечное проклятие. Разве в высшем мире может быть кто-то, кто может превзойти весь мир? Трон раскололся надвое, вынудив Сороса с недоверием обернуться. В этот момент гигантский вертикальный глаз был всемогущим и кристально чистым, как будто ничто в мире не могло скрыться от него. Появился след багрового тумана, окутывая уголки мира богов. Сорос почувствовал, что его волосы встают дыбом, увидев этот вертикальный глаз. Этот глаз, казалось, наблюдал за каждым моментом его жизни. Что ты такое, дьявол? Это чувство преследования привело этого властелина в дичайшую ярость. Ха-ха. Божественная сила собралась в руках Сороса, превратившись в фиолетовую молнию, которая могла разбить мир пополам. Эта молния сформировала копье, которое легло в его руки. Он резко бросил копье, разорвав им пустоту. Бум. Атака, способная уничтожать богов, поразила вертикальный глаз, но не произвела ни звука. Казалось, будто пылинка соприкоснулась с камнем, тихонько рассеявшись. Как это возможно? Я суверен. В моих руках сила мирового происхождения. Сорос пошатнулся, а страх в его сердце стал сильнее. Я видел сотворение и уничтожение мира, взлеты и падения множества племен. В реках времени вечно только глупость смертных. Эта информация поразила Сороса до глубины души, и он понял ее основной смысл. Смертный? Как я могу быть смертным? Сорос издал глухой смешок, прежде чем его лицо исказилось. Он обнаружил, что превратился в смертного, из плоти и крови. Это чувство падения с небес довело его до нервного срыва. Вертикальный глаз, однако, не оставил ему ни единого шанса на восстановление рассудка. Он открылся и посмотрел на Сороса. Грохот. Весь мир поглотил красный вертикальный зрачок, а Сорос был в нем лишь пылинкой, кричащей от боли, прежде чем окончательно исчезнуть в этом зрачке. В комнате трактира спящая голова Сороса резко повернулась в сторону. Он умер. Лилин, стоящий возле таверны, потер свои виски, выглядя измученным. Сила заклинания пожиратель снов действительно ужасает. Для меня пока слишком сложно строить целый сложный мир, даже если он и подделка. Но это того стоило. Лилин не мог не улыбнуться, радуясь тому, что пожрал все мечты Сороса. Эта способность также позволяла ему поглощать воспоминания, переживания и многое другое. Это заставило его почувствовать переполненность сущность самой его души, дав Лилину знать, что он выполнил все условия, чтобы стать легендой. Ему нужно было только переварить то, что он поглотил. Если бы не использование видения мира воображения и не проникновение в сон Сороса, возможно, это не далось бы мне так легко. Кажется, лучший способ использовать этот навык пожирания снов – сначала заставить врага уснуть, а затем использовать заклинания. Пожиратель снов может сделать это. Получив то, что хотел, Лилин бесследно исчез из таверны. Внешние моря сейчас в основном принадлежали семье Фаулин и, хотя было непросто завоевать всю территорию, силы пиратов должны были проложить им путь к расширению своих территорий. Лилин сортировал всю информацию, чтобы выявить подозрительную активность и цели. Он лично должен был убедиться во всем своими собственными глазами. В этот раз Соросу просто не повезло. Он был как прекрасная бабочка, попавшая в запутанную паутину. Когда он попался в видение мировоображения Лилина, все его попытки скрыться оказались безрезультатными. Глава 958. Крестоносец-копейщик спокойствия и рассвета было нарушено пронзительным криком. Трактерщица с двумя ведрами смотрела на безжизненного юношу на кровати. Этот мальчик, который вчера заставил ее сердце трепетать, теперь потерял все признаки жизни. Никаких внешних травм и следов заклинаний. Его удостоверение личности поддельное. Сотрудник общественной безопасности почувствовал головную боль, когда прибыл на место преступления. Его многолетний опыт говорил ему, что это дело будет очень хлопотным. Может это какая-то острая болезнь? Солидно сказал он, пытаясь скрыть нервозность в голосе. Найдите священника, чтобы он совершил молитвы, а затем отправьте его труп на могильные холмы. Видя, как сильно этот офицер не хочет, чтобы все вышла из-под контроля, пухленькая дама, не колеблись, согласилась. Они преуменьшили обстоятельства этой смерти путем различных процедур и, наконец, пригласили человека благословлять погребение. Однако этот человек не был официальным священником. Это был послушник, выполняющий черную работу церкви. Этот служитель не мог даже наложить священное заклинание Один Гуранга, не говоря уже о том, чтобы узнать, что случилось с трупом Сороса. Наспех благословив его, он позволил людям, ответственным за захоронение, унести его. За захоронение легенды Сороса отвечал грязный худой пожилой человек, от которого фонило алкоголем. Его почерневшие зубы воняли гнилью, и он тщательно обыскал труп, когда покинул пределы города. Он искал маленькие ценности, которые, возможно, не смог обнаружить этот коррумпированный служащий. Хе-хе. Какой светленький мальчик. Жалко, что офицер уже забрал себе твой кошелек и другие вещи. Труп Сороса был лишен даже обуви. Тот человек осмотрел каждый дюйм его тела, в котором могло быть спрятано золото. Однако Сорос был легендой, и его бесценный мешок накоплений, вместе с пространственным кольцом, магическими артефактами и другими ценными предметами были отняты Лилином. Офицер загреб себе оставшееся золото, не оставив этому человеку совсем ничего. Тем не менее, одного лишь комплекта его одежды и обуви было достаточно, чтобы удовлетворить его. Хе-хе. Этот парень довольно богат. Вся эта одежда стоит не менее 30 бронзовых. Я могу разок навестить Мэри или пропить в баре всю ночь, мужчина посмотрел на обнаженное тело и удовлетворенно кивнул головой. Поскольку ты дал мне так много, я выкопаю тебе могилу побольше, чем остальным. И таков конец легенды, как Сорос, да какая печальная сцена. Злобный голос усмехнулся где-то над окрестностями, напугав этого человека. Кто, кто здесь? Зы-зы-зы. Ледяное лезвие мелькнуло, и мужчина упал на землю, а из его тела хлынула кровь. Легенда, который входил в десятку лучших экспертов церкви, не смог даже избежать смерти. Пустота исказилась, когда у тела появилась фигура высокорангового вора. Он мастерски подобрал труп Сороса, и выражение его лица стало еще мрачнее. Нет, это неправильно. Как его тело может быть столь же, как и у обычного человека? Он был легендой. Закричал высокоранговый вор. Если бы не секретная информация, полученная от нашего епископа, я бы счет его обычным человеком. Более того, самое главное, что его душа бесследно исчезла. Такие безжалостные меры, зрачки вора сузились, и он почувствовал в окрестностях ужасающее присутствие. Он не смел больше здесь задерживаться и немедленно исчез, прихватив с собой труп Сороса. Он был лишь высокоранговым вором церкви, никак не близким к легенде. Если здесь умер даже Сорос, то стереть с лица земли обычного вора не было бы серьезной проблемой. Вор прекрасно это понимал, и поэтому просто не мог здесь оставаться. Церковь Цирика, в мрачной долине. Епископ уже получил эту весть. Я уже связался с нашим богом. Кажется, душа Сороса таинственным образом исчезла, вместо того, чтобы войти в его божественное царство. Это какое-то заклинание-заключение? Вмешался высокоранговый вор. Нет, это не заключение. Она полностью исчезла. Даже, даже печать нашего бога исчезла бесследно. Епископ стал чрезвычайно мрачным. Легенды были основой их церкви, но один из них умер так просто. Это было огромным ударом даже такой организации, как церковь убийства. Кроме того, их оставило в недоумении способность уничтожить легенду бесследно. Епископ закрыл глаза и задумался, прежде чем проговорить ледяным тоном. Выясни для меня все. Все. Да. Вор почтительно поклонился и ушел, чтобы выполнить приказ. Хотя не было никаких доказательств, ему было ясно, что все это связано с главной целью Сороса, благородным волшебником Острова Фаулин. Эксперт, которому удалось убить легенду. Он заставил меня изучать этого монстра. Разве это не равносильно тому, чтобы отправить меня на смерть? Сетовал высокоранговый вор. К счастью, это всего лишь миссия по расследованию. Похоже, даже сам лорд-епископ не станет неосторожно идти против этого человека. Лилен с Острова Фаулин у высокорангового вора было предчувствие, что этот волшебник был в мире богов-героем. Нет. Продемонстрировав такую силу, этот волшебник стал теперь мощным игроком, который мог потрясти весь континент. Лилен не обращал ни малейшего внимания на эти домыслы и темные тучи, медленно надвигающиеся на него. Спокойно убив Сороса, он мирно вернулся в свою башню волшебника, не предупредив ни одного человека. То, что было действительно ужасающим, так это неизвестность. Если бы он раскрыл свою способность убивать легенд, это может привести к чрезмерному страху. Ему нужно было медленно переварить силу, которую он пожрал. Навык Пожиратель Снов действительно самая страшная сила родословной. Способности родословной, которые он дает, также чрезвычайно демонические и мощные. Лилен вздохнул. Он был волшебником 20 ранга, а Сорос легендарным экспертом. Если проводить аналогию с миром магов, то это было похоже на то, как если бы маг кристаллической фазы, 3 ранг, победил мага. Утренние звезды, 4. Разрыв между ними был таким же, как расстояние между небом и землей. И все же, навык Пожирания Снов, приобретенный через родословную Лилена, позволил ему легко убить Сороса. Ничего столь безумного, как это, не случалось никогда. Даже в древние времена, барьер между 3 и 4 рангом был одним из качественных изменений от духовной силы к силе души. Утренняя звезда могла перебить даже армию бойцов 3-го ранга, но Лилен сумел победить, несмотря на этот разрыв. И Чип приказал Лилен. И Чип уже сопоставил все собранные ранее данные и отобразил информацию об этой способности родословной. Родословная способность поглощения кошмаров. Пожиратель Снов позволяет носителю проникнуть в мир снов своей цели, создавая иллюзии и заставляя их истинные души деградировать. После этого носитель может поглотить мир снов своей цели и все остальное. Предупреждение. Если сила души цели слишком сильна или он способен видеть сквозь мир снов, это может нанести носителю непредсказуемый вред. Поскольку концентрация родословной носителя ограничена, ее можно использовать только один раз в 10 дней. Итак, это битва между душами, с использованием иллюзорной техники. Однако, с опытом моего основного тела, возможно, никто, кроме Бога, не может считаться лучше меня в этом отношении. У Лилена было предчувствие, что эта способность родословной станет его самым важным скрытым убийственным ходом. Кроме того, использование пожирателя снов для поглощения энергии кажется еще более эффективным, чем раньше. Я могу получить все, что принадлежало моему противнику, и даже пройти по его пути к власти. Польза от этого будут несоизмеримой. Лилен почувствовал, что он, похоже, нашел причину, по которой король кошмаров был так несравненно силен. Легендарное тело Сороса, или коллекционера трупов, состояло из всего его опыта как почетного палача. Лилен без труда смог заполучить все это, оставив от своего врага лишь разлагающийся труп. Пожрав душу легенды и получив весь его опыт, Лилен достиг порога царства легенд. Восхождение к легенде. Очищение моей силы – это первый шаг, а следующий – развитие моего духовного сознания и построение внутренней системы кровообращения. Я уже выполнил все эти критерии, глаза Лилена ярко вспыхнули. Его аура начала ослабевать, когда он погрузился в глубокую медитацию. В этот момент на остров Фаулин прибыл гость, лорд Джеффрис. Зина, золотая жрица церкви Ваукин, глубоко поклонилась мужчине средних лет. Мой господин проделал долгий путь. Я уже подготовила жилье и все остальное, и умоляю господина, голос Зины был скромным. Этим человеком был Джеффрис, крестоносец-копейщик. Он был легендарным экспертом церкви богатства, и его статус и репутация были намного выше, чем у золотых жрецов, вроде нее. На данный момент в этом нет необходимости. Я прибыл сюда не ради удовольствия. Вам лучше поторопиться и доставить меня к этому волшебнику. Трудно защитить человека, на которого нацелился коллекционер трупов. Джеффрис имел копну длинных серебристых волос, орлиный нос и пухлые губы. Он излучал стойкую и аскетичную ауру, а его орлиные глаза говорили о бесконечном хаосе, творящемся в его душе. Несмотря на то, что он излучал свою ауру ненамеренно, вокруг него непрерывно вращались частицы элементальной энергии из окрестностей. Это была легенда, цель всех профессионалов главного материального уровня. Глава 959. Легенда, поняла. Я сделаю это незамедлительно. Зина опустила голову, показывая свое уважение, в это время мысленно вздыхая. Они даже послали к нам этого лорда. Похоже, церковь очень высокого мнения оборонили или не. Она могла сказать, почему ее церковь оказывала такую милость этому барону. В конце концов, он создал два больших источника дохода и улучшил их методы обнаружения демонов и дьяволов. Она не возлагала больших надежд на рассмотрение ее предложения, но тот факт, что они немедленно отправили легендарного крестоносца-копейщика, показывал его значимость. Это не только из-за его таланта, но и из-за возможности стать легендой. Только будущий легенда мог быть достойной инвестиций церкви. Размышляя об этом, Зина не могла не позавидовать Лейлину. Я слышал, что он создал множество магических предметов для обнаружения дьяволов, и даже наша церковь их воспроизвести. Этот волшебник приятно удивил нас всех, хотя он и был раздражен тем, что так быстро его послали охранять этого обычного человека. Джефф Рису было довольно любопытно разузнать о нем побольше. Он действительно довольно интересный человек. Зина могла только продолжать отвечать на постоянные вопросы Джефф Риса, пока не заметила на его лице странное выражение. Что случилось, милорд? Эти колебания? Возможно. Джефф Рису ставился на холм за пределами порта Венера, сосредоточившись на башне волшебника, которая стояла там, высокая и мрачная. Где этот Лейлин сейчас находится? Вдруг спросил он. Он в башне. Я слышала, что он проводит важные исследования. Этот парень действительно неправильно расставляет свои приоритеты, ответила Зина, не задумываясь. Сразу после этого она была ошеломлена, обнаружив, что Джефф Рис мчится к башне. Поподождите, мой господин, вы планируете встретиться с волшебником прямо сейчас? Вы должны, по крайней мере. Джефф Рис, казалось, не собирался ее слушать. Он только мчался вперед, надеясь, что обознался его лицо. Что-то случилось в башне волшебника. Зина выглядела растерянной, глядя на башню вдалеке. В этот самый момент в башне волшебника Лейлин, и правда, переживал трансформацию. Обычные профессионалы на континенте входили в царство легенд по достижению 21 Гуранга. Это было связано с совершенствованием силы, и было так же сложно, как сложно магам 3 Гуранга продвигаться к утренней звезде. Это было своего рода качественное изменение, совершенствование самой души. Для Лейлина, который уже испытал это однажды, а также получил опыт Сороса, прохождение этого этапа не представляло никакого труда. И, чип яростно работал, и огромные объемы данных мелькали перед глазами Лейлина, сформировав несколько подсказок. Бип. Завершено построение сети тайных заклинаний. Построен внутренний циклический фундамент носителя. Бип. Духовная сила носителя достигла предела, прорвавшись и укрепившись. Носитель продвинулся к царству легенд. В этот момент Лейлин почувствовал, что его душа и плетение хаотично растут. Казалось, будто плетение атаковало его душу. Если бы я был обычным волшебником, мне было бы чрезвычайно трудно продвигаться в таких обстоятельствах. К счастью, я уже давно стал арканистом, поэтому мои отношения с плетением не такие тесные, как раньше. Лейлин манипулировал своей духовной силой посредством своей могущественной воли, позволяя всему неуклонно прогрессировать. Наконец, под огромным давлением со стороны внешнего мира, туманная духовная сила в его море сознания внезапно собралась в центре, образовав кристалл радужного цвета. Казалось, будто какое-то невидимое препятствие разорвалось, и вся душа Лейлина окунулась в горячий источник. Это заставило его почувствовать невероятный комфорт. Бип. Духовная сила носителя претерпела качественные изменения. Дух плюс один, подсказал И. Чип подсказал. Носитель продвинулся к 21 мурангу и стал легендой. Лейлин был так сильно шокирован, что выглядел немного рассеянным. Бип. Носитель стал легендарным арканистом и прорвался сквозь внешнее плетение. Создан контакт с внутренним плетением. Духовная сила Лейлина в этот момент преодолела некоторые ограничения, переместившись через поверхностные уровни плетения в более глубокую его часть. Это внутреннее плетение. Лейлин, с его возможностями, видел, что плетение – это сеть, окружающая мир богов. Она имела свои слои, подобные электрической сети, и он получил сейчас доступ к золотой внутренней сети. Это был канал для божественных заклинаний, многочисленные экземпляры которых происходили из своих соответствующих божественных царств, как звезды. Их не спосылали в обмен на веру. Контролирующие внутренние плетения боги пользуются им, как каналом для божественных заклинаний. Лейлин сразу же вспомнил записи арканистов. Некоторые арканисты, прорвавшиеся через ограничения плетения, пытались украсть у священников божественные заклинания. Это было осквернением священников, хотя это и вызвало недовольство и смертный приговор со стороны богов и церквей, к арканистам с самого начала относились плохо. Убийство еще парочки ничего не значило. Выгоды от прорыва через внешнее плетение не ограничивалось возможностью наблюдать и направлять божественные заклинания. Лейлин теперь мог использовать легендарные заклинания. Лейлин был уже так же силен, как легендарные арканисты империи Нитерила. Как только он изучит и запишет легендарные тайные заклинания, даже аватары богов не будут для него угрозой. Подсказки от И. Чипа продолжал мигать. Бип. Продвижение к царству легенд усилило навыки носителя. Крепок стал легендарной стойкостью. Эрудирован стал ученым. Бип. Носитель получил легендарную характеристику. Обнаружение силы происхождения, которая заменила обнаружение тайной энергии. Более подробная информация о новых навыках и характеристиках приводилась ниже. Легендарная стойкость. Неумолимый закал и продвижение сделали ваше тело равным по стойкости с телом легендарного зверя. Усилена регенерация. Ученый. Накопив огромное количество знаний, в том числе множество секретных наследий, вы исследовали многие секреты мира богов. Анализ достиг максимального уровня, позволяя носителю оценить любой материал из мира богов. Обнаружение силы происхождения. Легендарные арканисты не были удовлетворены заклинаниями, использующими элементальную энергию. Они нацелились на более глубокие тайны мира, открыв существование силы мирового происхождения. Они назвали ее источником энергии и пытались ее контролировать, вызвав своими глубокими исследованиями гнев богов. Обнаружение силы происхождения. Использование силы происхождения. На это способны только существа, постигшие законы. Лейлин почувствовал величественное море силы происхождения мира богов, чувствуя себя немного растерянным. Мир магов давал ему возможность поглощать силу происхождения только один раз в столетие, и только по приближению к Семерангу. И это стало возможным только после того, как он пошел на компромисс с другими существами законов. То есть очевидно, насколько велика сила мирового происхождения. Не удивительно, что боги уничтожили арканистов, которые пытались украсть их мясо. Даже если я смогу использовать его, я определенно должен делать это незаметно, иначе мне не стоит ждать пощады от богов. Легендарных волшебников, исследующих тайные заклинания, было не так много. Однако человек, который мог использовать силу мирового происхождения, определенно заставил бы богов сделать свой шаг и раздавить его. Лейлин чувствовал, что у него накапливается все больше секретов. Разоблачение любого из них обрекло бы его на вечное проклятие. В любом случае, мне уже не о чем беспокоиться. Что такое для меня еще один секретик. Пусть будет. Спокойно смирился Лейлин. Бип. Статистика носителя обновлена. Обновляю окно характеристик. И. Чип спроецировал трехмерное изображение Лейлина, с несколькими измененными показателями. Лейлин Фаулин, раса, человек, легенда, арканист 21, ранга, сила, 15, ловкость, 15, живучесть, 15, дух, 21, тайная энергия, 210, статус, здоров, навыки, легендарная стойкость, ученый, промежуточное безупречное тело, ведение мировоображений, характеристики, обнаружение силы происхождения, тайное усиление, иллюзии, прогресс, анализа, плетения. Плетение 0 уровня, 100%, 1 уровня, 100%, 2 уровня, 100%, 3 уровня, 100%, 4 уровня, 100%, 5 уровня, 100%, 6 уровня, 100%, 7 уровня, 97, 83%, 8 уровня, 66, 56, 9 уровня, 34, 55%, Слоты заклинаний. 9 ранга, 3, 8 ранга, 5, 7 ранга, 7, 6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Ха. Прошло более 20 лет с момента разделения моей души и проникновения в мир богов. Неужели я, наконец, достиг пики мира смертных? Почувствовав безграничную силу в своем теле, Лилин облегченно вздохнул. Наконец-то он стал легендой. Это означало не только максимальную силу, которую только мог достичь смертный, но и начало достойного пути. Становление легендой было лишь предпосылкой того, чтобы переварить божественность, зажечь божественный огонь и стать богом. Кроме того, после того, как он стал легендой, шансы на его смерть значительно сократились, если он, конечно, не будет слишком безрассудным, поскольку боги не могли не спосылать на землю свои главные тела. Теперь, когда его безопасность была обеспечена, Лилин сосредоточился на другом. Теперь мне нужно получить как можно больше божественности и переварить ее, а затем зажечь свой божественный огонь, прежде чем стать богом. Затем я спущусь своим основным телом. Да, осталось около года до появления плавучего города. Я мог бы попытаться. Действием Лилина никогда и ничто не мешало. Он преследовал только истину и вечность. Все остальное было для него, как пролетающее мимо облака. Глава 960. Огромные волны, я уже связала с ним с помощью магии. Он сейчас выйдет. Зина стояла позади Джеффриса, со задаченным лицом, зная статус моего господина, стоит ли нам церемониться. Однако Джеффрис не собирался объясняться. Напротив, он выпрямился еще сильнее, как копье, способное пронзить небеса, устремив свой взгляд на главный вход башни волшебника. Он здесь, тихо произнес Джеффрис. Грохот. Главный вход открылся, и перед ними предстал Лилин в его золотисто-фиолетовой мантии волшебника, выглядящей извиняющимся. Я и подумать не мог, что ко мне прибудет сам лорд Джеффрис. Хэм, почему мне кажется, будто Лилин изменился. Зина оценивала молодого волшебника перед собой, совершенно сбитая с толку. Хотя он выглядел все таким же молодым и красивым, как и прежде, она чувствовала, что он претерпел огромную трансформацию. Дело в его ауре. У меня такое ощущение, будто на равных с аурой лорда Джеффриса. Но как это возможно, если Джеффрис легенда? Ооо. Зина, казалось, что-то сообразила, а затем энергично покачала головой, словно пытаясь выбросить эту мысль из головы. О чем я думаю? Это невозможно, несомненно, милорд. Вы вошли в царство легенд, в тот момент, когда Джеффрис произнес эти слова, все вокруг ахнули. Итак, он действительно вошел в царство легенд. Сколько времени прошло с момента нашей последней встречи? Зина ошеломленно прикрыла свой маленький рот рукой. Она была не единственной, кто впал в этот момент в ступор. Другие тоже выглядели шокированными. Легендарный волшебник. Семья Фаулин теперь потрясет внешние моря. Легенды обладали в мире богов пиком силы. Они могли влиять на смену власти и были еще более важны для королевства, чем король. Королевство без защиты легенд долго бы не просуществовало. Хотя я и ощутил энергию от вашего прорыва, я и представить себе не мог, что она исходит от вас. Ваш возраст ведь... Джефф Фрис криво усмехнулся. На самом деле, даже нам, старикам, трудно в это поверить. Возраст. Только в этот момент Зина и остальные отреагировали. Верно, лорду Лейлину ведь еще даже нет 25. Боги. 25-летний легендарный волшебник. Это самая трудная для продвижения профессия. За раз на них нахлынуло слишком много шокирующих новостей, поэтому все окружающие на какое-то время анимели, как будто все были потрясены этим чудом. Небеса. Боги это. Зина теперь понятия не имела, как описать способности Лейлина. Я уверена, что он – какое-то чудо для мира волшебников. Он определенно будет увековечен в записях, и о его достижениях будут рассказывать нашим последующим поколениям. Мне просто очень повезло. Лейлин добродушно улыбнулся. Как бы то ни было, поскольку богиня богатства отправила на его защиту легенду, это определенно было жестом доброй воли. Пойдемте внутрь и обсудим это. Лейлин, казалось, обращался только к Джеффрису. Пойдемте. Джеффрис вел себя любезно с людьми подобного ранга, а Зина и остальные сочли это естественным. Легенда мог воспринимать всерьез только человека, равного себе по уровню. Подобная сила была предпосылкой для общения, таков был закон. Церковь бога убийства. Старый епископ читал информацию с бумаги в своей руке, тихо бормоча. Легендарная мощь, а также секретный козырь, способный убить других легенд. Похоже, рост семьи Фаулин во внешних морях уже не остановить. Оповестите наших людей, что они должны быть очень осторожными при своем расследовании. Старайтесь, чтобы он вас не обнаружил. Понял, лорд епископ. Черноволосый священник быстро поклонился и ушел, зная, что сейчас они откажутся от всех своих планов мести. В церкви Цирика было не так много легенд. Падение Сороса уже стало для них огромным ударом и, теперь, не зная всех козырей в рукаве Лилина, идти на такой риск было не очень хорошей идеей. Бог убийства никогда не заботился о чести, и был лучшим в заговорах. Имея достаточно времени, они определенно могли подкупить кого-нибудь и разузнать все секреты этого юного легендарного волшебника. Королевство Домбрат. Стареющий король отказался от дневных развлечений из-за доклада своего доверенного помощника. Выслушав его, король долго молчал, прежде чем тихо заговорить. Значит, этот волшебник уже стал легендой? Да, Ваше Величество. У лорда Джеффриса из церкви богатства имеются доказательства этого. Говорящий был доверенным помощником короля, а также лидером придворных волшебников. В улыбке этого волшебника с серебряными глазами скрывалась едкость. Он был всего лишь высокоронговым волшебником, и продвижение Лилина в таком молодом возрасте стало для него настоящим ударом. Ты и сам волшебник. Ты должен знать это лучше, говорить безо всяких оговорок, и тогда я буду доверять тебе. Король тревожно потер свои виски, а затем махнул рукой. Понял, Ваше Величество. Высокоронговый волшебник подумал какое-то время, а затем добавил. Легендарная сила – это вершина светского мира. Это может даже… Знаю, знаю. Давай сразу к делу. Раздраженно перебил король. Хорошо. Высокоронговый волшебник глубоко вздохнул. Наша первоочередная задача – не злить его. К счастью, наши источники говорят, что он имеет по отношению к нам добрые намерения. Он и сам придворный волшебник, и этот статус предоставил ему его величество. Я считаю, что мы также можем сделать то, что предложил маркиз золотых торнблассомов. На самом деле, легендарный волшебник в нашем королевстве, несомненно, будет полезен для нашей дипломатии. Предоставить титул? Король сделал глубокий вдох и принял решение. Тогда давай сделаем это. Позаботься об этом. В городе, расположенном недалеко от севера, церковь Бога Правосудия. Стройная девушка-рыцарь благоговейно молилась у статуи Бога. Вокруг ее тела пульсировала божественная сила, яркая и полная праведности, заставляя лицо молодой женщины светиться. В этот момент к ней подошла добрая пожилая священница. Рафиняя, у церкви есть для тебя миссия, бабушка Мария. Рафиняя немедленно помогла этой старушке, которая очень тяжело дышала. Я также являюсь членом этой церкви. Кроме того, вы спасли мне жизнь. Если я могу что-то сделать для вас, пожалуйста, скажите. Хорошо. Мария поведала ей о том, что произошло на острове Фаулин, а затем добавила, церковь хочет, чтобы именно ты была посланницей. В конце концов, ты с ним знакома. Лейлин. Мне нужно подумать над этим. Рафиняя прикусила губу. После того, как старушка ушла, перед глазами Рафиняя предстал образ молодого волшебника, и все, через что она вместе с ним прошла, всплыло в ее сознании. Рассердившись после своей неудачной попытки заставить Лейли на помощь Сильвермуну, она отправилась на поле битвы сама, прибыв в разрушенный город. Тяжело раненая на войне, она была спасена паладинами бога правосудия и приняла их призыв. Она поверила в бога правосудия и присоединилась к церкви Тира. Возможно, из-за притяжения самой ее природы, она очень быстро продвинулась и уже успела стать формальным паладином. Она решила, что если ее продвижение идет хорошо, то ее прошлое больше не имеет никакого значения на «вот, что произошло сейчас». Ты уже стал легендой? Пробормотала Рафиния, а потом вспомнила пылких рыцарей, которые поддерживали ее в Сильвермуне. Их кости давно превратились в пепел. Почти все, кто хотел мне помочь, погибли, а ты, выбрав рациональность, стал легендой. Ты издеваешься надо мной? Рафиния вдруг начала хихикать, а мерцающие лучи на ее теле исказились сильнее, чем когда-либо. Боже, пожалуйста, простите меня за мое отсутствие решимости. Я обещаю защищать справедливость, и даже смерть не заставит меня бояться. Рафиния тут же опустилась на колени перед статуей и начала молиться, выглядя решительной и холодной. Даже если ты легенда, я не откажусь от своего пути и своих заветных желаний. В конце концов, я обязательно докажу тебе, что твое решение было неправильным. Единственное, что достойно в этом мире защиты, это любовь и справедливость. Поскольку новости о продвижении Лейлина быстро распространялись, на остров Фаулин прибывало все больше посланников из различных организаций, в результате чего порт Венера стал еще более процветающим. Вместе с посланниками на остров прибыли крупные торговые группы, и все торговцы внешних морей торговали теперь здесь. В конце концов, защита легенды была в мире богов немалым благом. Обычным торговцам нужна была лишь честная и безопасная торговая среда. Это было возможно только с достаточной силой, что могло быть для них убедительнее, чем легенда. Глава 961. Подготовка к вознесению пустующие поместья на острове Фаулин открылась, чтобы поприветствовать почетных гостей с континента. Барон Джонас отправил всю имеющуюся у него рабочую силу, но ее все еще не хватало для гостей, которые продолжали пребывать. Более того, гости из западной пустыни и северных земель все еще были на полпути к острову. Эти организации должны были пересечь весь мир, чтобы добраться до них. Хоть они и получили вести одновременно со всеми остальными, эмиссары доберутся до острова Фаулин гораздо позже других гостей. Вскоре гостям уже ничего не останется, кроме как искать жилье в гостиницах Порта Венера, что станет огромной возможностью для местных торговцев. Цены на различные товары возросли в разы. Когда барон Джонас поспешил встречать гостей, он ненадолго замер в неверии. К счастью, дворецкий Леон был рядом и позаботился об этом сам, поэтому порядок все равно можно поддерживать. Мой сын уже стал легендой. Барон Джонас и его жена чувствовали себя, как на американских горках. Хотя они не были на пике дворянства, у них было определенное понимание системы власти в мире богов. Легенды были мощными существами, способными повлиять на все королевства. Барды вечно слагали об этих пиковых созданиях песни и рассказы. А сейчас их сын Лейлин тоже смог добиться такого успеха. Уважаемые гости перед них вовсю обсуждали этого юношу, который стал легендой так рано. Хи-хи. Легенда, которому нет даже 25 лет. Лорд Лейлин побил рекорд континента. Ходят слухи, что он – любимчик богини богатства, а других правдоподобных объяснений этому нет. Души, которым благоволят боги, могут лишь быстро продвигаться как священнослужители, и даже это потребует большого количества божественной силы. Очевидно, этот эмиссар был более осведомлен о силе и ранжировании в системе власти. Исходя из моих наблюдений, этот Лейлин, должно быть, обладает каким-то необыкновенным талантом, чем можно объяснить его прогресс. Ходят слухи, что в прошлом он занимался пиратством, и даже проводил запретные исследования, касающиеся Нитерила. Раздался голос, наполненный раздраженностью и враждебностью, по-видимому, принадлежащий тому, кто считал Лейлина своим врагом. Стать легендой действительно проблемно. Почти все легенды занимаются подобными темными исследованиями. Использовать это, чтобы осуждать его, просто. Кроме того, что касается его пиратского прошлого, разве вы не видели, что сюда прибыл даже главный придворный волшебник Домбрат? Этот глубокий голос говорил очень логично, заткнув даже враждебного эмиссара. Спустя некоторое время кто-то запричитал. Эта легенда, о котором мы говорим, голос пронесся эхом по комнате. Во время подобных пылких споров между разными организациями Лейлин предпочитал отсиживаться в башне волшебника, поэтому его редко видели на публике. Он сидел в своих покоях, облаченный в удобные одежды, а его золотистые волосы мягко не спадали ему на плечи. Темно-красный свет сиял под этими золотистыми волосами, делая его чрезвычайно зловещим. Лейлин принял кошмарный облик не полностью, но его тело было покрыто темно-красными рунами. Красная линия появилась на его лбу, излучая свет снов. В этом состоянии ему было гораздо легче постичь силу веры и эмоций. Используя сновидение как катализатор, он мог видеть действия каждого человека, упоминающего его имя, их радости и печали, и много всего прочего. После входа в царство легенд, его тело и душа претерпели важнейшее усовершенствование, начало его пути к божеству. Легенды могли чувствовать веру всех своих поклоняющихся и даже отвечать им. Если кому-то удавалось собрать набожных поклонников, то он мог накапливать веру в течение длительного периода времени, совершенствуя свои силы и порождая божественность. Он даже мог зажечь свой божественный огонь, став полубогом. Однако церкви подавляли последователей любого, кто еще не стал полноценным богом. Не щадили даже божественных существ и полубогов, не говоря уже о легендах. Это негласно и ясно давало понять враждебность богов к тем, кто вступает в их ряды. Если человек не мог сразу же стать богом или не имел поддержки самого могущественного бога, то ему было очень трудно достичь божественности. Это был рискованный путь, пронизанный опасностью. Божественные чертоги были сейчас чрезвычайно переполнены, и к ним все продолжали присоединяться новоприбывшие послы. Даже если бы этого ограничения не было, легендам, божественным существам и полубогам все равно будет трудно конкурировать с церквями истинных богов. Лилин вздохнул. Легендарные эксперты могли лишь смутно реагировать на молитвы, а божественные существа лишь немного четче. Полубоги могли даровать божественные заклинания, но не выше 5 гуранга. Только истинные боги, имеющие божественную искру, могли даровать божественные заклинания с 1 по 9 ранг. Обычные жители главного материального уровня не были дураками. Было очевидно, кого они выберут в качестве своего бога в этом соревновании. Боги использовали множество ограничений для могущественных смертных, и все ради защиты источника их веры. Хотя я только недавно стал легендой, благодаря ведению мира воображений моя чувствительность к силе веры больше, чем у некоторых более слабых богов. Помимо того, что я не могу даровать божественные заклинания, я во многом отличаюсь от истинного бога. Наиболее важным моментом является то, что поглощение кошмаров может поглощать даже силу эмоций. Этот источник силы больше, чем у истинных богов. Лейли наценил свои сильные стороны и преимущества. Ответ легенды на молитвы его последователей был похож на разговор по старому телефону с плохим сигналом. Поглощение кошмаров было, как дополнительная антенна, значительно усиливающая чувствительность Лейлина к принимаемым сигналам. Хотя сила эмоций была слабее, чем сила веры, у нее было больше источников. Качество могло отличаться, но эмоции намного превышали веры по количеству. Для богов это было слишком грубо и сложно, но поглощение кошмаров проигнорировало подобные вещи, позволяя Лейлину эффективно использовать эту силу. Это увеличило вероятность вознесения Лейлина более, чем в пять раз. И действительно, именно к этому сейчас стремился Лейлин. Став легендой, он тут же нацелился на божественность. Он не мог остановиться из-за похвалы и восхищения со стороны светского мира. Он всегда смотрел на звезды. Чтобы стать истинным богом, я должен иметь божественный огонь либо божественный ранг. Божественный огонь – это просто трансформация божественности, накопившейся до определенного уровня. Чтобы достичь божественного ранга, легенды сначала должны постичь законы и объединить их с силой веры своих последователей. Лейлин уже имел большой опыт во всем, что касалось вознесения к божеству. Вера их последователей и сила их молитв могут помочь богам постичь законы и сформировать особую структуру, называемую божественным рангом. Законы мира богов действительно довольно странные, подумал Лейлин. Что касается божественной искры, то она была символом божьей силы. Только тот, кто вознесся, став истинным богом, мог обладать ей. Божественное царство тоже было тем, что было подвластно только истинным богам. Это был внешний уровень, используемый для размещения души их последователей, который также служил убежищем для них самих. В своих божественных царствах боги обладали удивительной силой. Древние маги не понимали этого во время заключительной войны, а некоторые даже умерли из-за этой неосторожной ошибки. Божественная искра и божественное царство не за горами. Самый важный момент – принять потенциальных последователей и попытаться обрести божественность. Затем я могу продолжать накапливать последователей и вскоре воспламенить свой божественный огонь, чтобы стать полубогом. Мне нужно тщательно отбирать своих первых последователей. Их молитва и идеология повлияют на мое божественное царство. Священнослужители – самые важные. Они помогают возвышению богов. Лилин чувствовал досаду, размышляя над этим. Хотя моря вокруг королевства Домбраты находились в его распоряжении, этот регион был развивающимся. Здесь было не так много культурных и цивилизованных людей. Последователей Вильзевула он даже не рассматривал. Было бы неразумно позволять группе дьяволов быть священниками и священнослужителями. Лилин всерьез подозревал, что его прихожане, в конце концов, будут молиться в желудке Вильзевула. Одна из причин, по которой Лилин принял поклонников Вильзевула, заключалась в том, что у них уже была устоявшаяся власть. Другая причина заключалась в быстром повышении своей собственной силы. После продвижения в царство легенд он был уверен, что сможет захватить всю сеть последователей Вильзевула и завладеть секретной церковью, членов которой можно найти по всему континенту. Эта структура будет воспитывать священнослужителей только до следующего поколения. Это была тревожная задержка. Он уже воплотил свои планы в жизнь, поручив своим последователям в домбрат принять сирот и отправить их к Виконту Тиму для тайного обучения и наставления. У него также имелось несколько планов по переселению людей во внешние моря. Мне нужно уделять больше внимания расе последователей. Хотя расовые боги очень сильны, это слишком ограничивает. Глава 962 Друг Лилин находился в своем секретном помещении в башне волшебника, используя часть сил своего облика, поглощающего кошмары. На его теле снова появились руны силы воображения и вертикальный глаз. Это состояние позволяло ему очень четко ощущать молитвы своих верующих, а также извлекать огромное количество энергии из их эмоций. Затем он мог поглотить ее, что способствовало его усилению. После вхождения в царство легенд было чрезвычайно трудно продвинуться. Однако, для Лилина это было не труднее, чем эта прогулка по ровной дороге. Он наслаждался чувством постоянного пополнения сил и продолжал строить планы по восхождению к божественности. Переезд займет слишком много времени, и распространение веры тоже будет проблемой. Хотя качество моих последователей будет высоким, их будет слишком мало. Пусть лучше мне поклоняются дьяволопоклонники и туземцы внешних морей. Лилин закрыл глаза, и кроваво-красный глаз между его бровей распахнулся. Он продолжал думать, пока темно-красные узоры покрывали все его тело. Верующие были очень важны для любого бога. При жизни они приносили им нескончаемое количество веры, а после смерти становились просителями, также продолжая поддерживать своих богов. Они даже могли превратиться в доблестные души или святых духов, сопоставимых с магами 5 и 6 ранга. Вот почему все боги заботились о своих почитателях. Вера злых богов не могла распространяться. Также существовал специализированный бог защиты, известный как Хельм, который специализировался именно на этих вопросах. Проверка квалифицированности истинных богов и борьба с верой в ложных богов входили в сферу его божественных сил. Поскольку континент был огромен, дьявола и демонопоклонники могли развиваться в тайне. Новые легенды, вроде Лейлина, не был бы объектом особого внимания. На самом главном материальном уровне Лейлин теперь обладал достаточным статусом и силой, чтобы защитить себя. Несмотря на это, несколько церквей могли объединиться и отправить высокоранговых и легендарных профессионалов вместе с аватаром, которые могли убить его всего за несколько минут. Я должен работать в тени и быть более осторожным. Мне нельзя вызывать подозрения. Будет лучше, чтобы я спокойно наберусь сил и стану истинным богом. Тогда мне ни о чем будет волноваться. Пребывая в глубокой задумчивости в течение всего дня, Лейлин незаметно завершил свою медитацию и поглощение силы эмоций. Он превратился обратно в молодого парня. Господин крестоносец-копейщик Джеффрис пришел навестить вас. Он уже полчаса ждет вас на улице. Дух башни появился перед ним и сообщил. Кроме того, королевство Дамбрат и церковь правосудия отправили к вам специальных посланников, которые настаивают на личной встрече. Бог правосудия? Лейлин нахмурился. Никто, склонившийся к злу, не мог быть об этом боге хорошего мнения. Могли ли они как-то узнать, что я убил того паладина? Нет, это слишком незначительно. Как бы то ни было, мне все станет ясно, как только я их встречу. Имея достаточно силы, чтобы защитить себя, Лейлин уже осторожничал не так сильно, как раньше. В конце концов, до тех пор, пока он не будет вступать в сговор с дьяволами и демонами, чтобы вызвать хаос на континенте, или распространять свою собственную веру и пытаться стать богом, никакие крупные организации не станут нападать на него. Однако, из вежливости его статуса, Лейлин сначала встретился с Джеффрисом. Мои искренние извинения, я увяз в медитации. Лейлин выглядел извиняющимся. Хе-хе. Ничего страшного. Только такой скрупулезный волшебник, как вы, мог достичь таких внушительных результатов, лорд Лейлин. Джеффрис искренне улыбнулся. По правде говоря, он восхищался трудолюбием Лейлина. Он видел многих талантливых гениев, но таких дисциплинированных, как этот волшебник, никогда. Марионетки подали ароматный чай и сладости. После долгого праздного разговора Лейлина задачина спросил. Интересно, для чего милорд нанес мне визит? Ой, точно. Джеффрис взволнованно хлопнул себя по лбу, как будто только что вспомнил об этом. Легенды уже находятся на пике мира смертных. По этой причине существует несколько установленных правил, которым мы должны следовать. Поскольку я тот первый стал свидетелем вашего продвижения, мой долг ознакомить вас с ними. Ах, да, Лейлин кивнул. У всех миров предельных сил были свои правила. В противном случае, постоянные войны уже давно бы разрушили этот мир, каким бы большим он ни был. Я, конечно же, не откажусь. Мне нужно подписать какой-то контракт? Нет, вовсе нет. Это просто условности, которым вам нужно подчиняться. Джеффрис махнул рукой, тепло улыбнувшись. Он начал перечислять правила, одно за другим, а Лейлин внимательно его слушал. У нас действительно не так много ограничений. Нам нельзя начинать битвы в густонаселенных районах, вступать в сговоры с дьяволами и демонами, негласно распространять свою собственную веру и тому подобное. Кроме того, поскольку вы теперь легендарный волшебник, вы не можете использовать легендарные заклинания или проводить эксперименты, которые могут загрязнить большую площадь. В общем, ограничения были не слишком строгими, но что удивило его больше всего, так это то, что ему не нужно было подписывать никаких магических контрактов. Хотя, это все ограничения прав. Ни одна легенда не захотела бы собственноручно подписывать такой акт, если они, конечно, не мазохисты. К тому же тот факт, что легендарные волшебники изучают тайные заклинания, является секретом полишенеля. Вдруг понял Лейлин. Кхм-кхм, улыбающееся лицо Джеффриса, казалось, говорило хорошо, что вы это понимаете. Он серьезно продолжил, хорошо. Лорд Лейлин, добро пожаловать в Альянс Легенд Континента. Мы проводим ежегодные встречи, и рады новым членам. Они проходят. Я приеду, если у меня будет время. Лейлин все еще планировал застать плавучий город, но не стал прямо отклонять приглашение Джеффриса. Получив то, что хотел, крестоносец-копейщик остался доволен. Церковь Ваукин преподнесла ему ценный подарок. После того, как он ушел, Лейлин встретился со специальным посланником от королевства Дамбрат. Этот человек предположительно был главным придворным волшебником. Однако ранг этого посланника ничего не значил для Лейлина. И, к счастью, тот смог это понять. Он был довольно вежливым и не напускал на себя важности. По крайней мере, Лейлин знал, зачем этот придворный волшебник прибыл сюда. Сначала он сообщил о титуле. Его отец Джона стал маркизом, и одно слово короля превратило бесплодные острова вокруг острова Фаулин в часть его владений. На самом деле эти острова уже давно попали под влияние Фаулин, и в любом случае были их землей. Король просто закрепил это своим постановлением, чем довольно обрадовал Лейлина. Даже если эти острова были крошечными, морской регион, который он контролировал, намного превышал земли любого маркиза, потому что был величиной с половину королевства. На самом деле, король фактически отдал им половину внешних морей. Конечно, это было его заслугой, как легендарного волшебника. Собственный титул Лейлина также был повышен. Теперь он стал почетным герцогом, что было похоже по статусу с главным волшебником, который прибыл к нему на переговоры. Лейлин воспринял это, как жест доброй воли. Приняв новые титулы, Лейлин некоторое время побеседовал с этим волшебником. Их разговор был больше похож на то, что он давал придворному волшебнику несколько советов, и когда настало время уходить, волшебник покидал его неохотно, но все же был доволен. Уроки легендарного волшебника Дорогого стоили. Дух башни пошли ко мне посланника из церкви Правосудия. Лейлин проводил большую часть своего времени за тренировками и усилением. Он также встречался с посланниками из различных организаций, и, хотя это и раздражало его, он должен был делать это ради расширения. Глядя на исчезающую проекцию духа башни, Лейлин погладил подбородок. Хэм. Я должен вместить в свое плотный график модернизацию башни волшебника. Мне столько всего нужно сделать. Лейлин никогда не был хорошего мнения о церкви Бога Правосудия. Это было естественно, если вспомнить приказы людей, с которыми он ранее встречался. Однако этот их посланник слегка удивил Лейлина. Давно не виделись, волшебник Лейлин. Женщина-рыцарь вежливо поклонилась. От имени церкви Бога Правосудия я искренне поздравляю лорда Лейлина с продвижением к царству легенд. Мы надеемся на сотрудничество ради защиты справедливости на континенте. Тогда я приму твои благословения. Лейлин смотрел на длинноногую девушку перед собой, вспоминая прошлое. Это действительно было так давно, Рафиния. Кстати, я не спросил тебя о том, что произошло после того, как ты покинула меня. Когда ты попала в церковь Бога Правосудия. Лейлин с восторженной улыбкой усадил Рафинию на диван, как гостеприимный хозяин, а затем приказал марионетке принести поднос с тропическими фруктами. Возьми. Попробуй южные фрукты. Их редко встретишь на севере. Спасибо. На лице Рафинии было сложное выражение, когда она взяла фиолетовый плод, похожий на Ланган. Она много фантазировала на тему встречи с Лейлином, но и представить себе не могла, что окажется в такой ситуации. Она не знала, почему, но это беззаботное выражение Лейлина привело ее в ярость. Глава 963. Мольба о помощи при мысли о задаче, порученной ей церковью. Рафиния смогла подавить свои эмоции и заставила себя улыбнуться. Очень вкусно. Капитан упоминал об этом на севере. Неплохо. Похоже, ты немного созрела после вступления в эту церковь, хотя жаль, что от этого мало пользы. Чувствуя ее эмоции, Лейлин мысленно рассмеялся. К сожалению, она слишком наивна. Да, я до сих пор не знаю, что с тобой случилось. Лейлин теперь держал чашку горячего чая, как ребенок, желающий поскорее услышать интересную историю. Как только наши пути разошлись, я вернусь.